Встреча команд, которые встречались в плей-офф минувшего года. И та серия заставила многих заговорить вновь о ЦСКА, как о серьезной силе в отечественном хоккее. Акбарс направился дальше в финал из той полуфинальной серии. ЦСКА ее проиграл в четырех матчах. На сей раз в этом году картина выглядит несколько иначе. В том числе и по занятым местам в регулярном сезоне. ЦСКА был третьим, Акбарс лишь седьмым. И тем не менее, думается, что это противостояние одной из самых интересных. И, как говорили, и в стане ЦСКА, и в стане казанского Акбарса. Теоретически, это был бы хардостойный и финал. Россия, священная наша держава Россия, любимая наша страна Могучая воля, великая слава Твое достояние на все времена Славься, отечество Наша свободная Братских народов союза вековой Предками данная Пудрость народная Славься, страна Мы гордимся тобой Все готово к началу первого матча в серии между ЦСКА и Акбарсом На сей раз четверть в финале Минимальное изменение в составах команд, которые и та, и другая сумели Не потратить лишних сил на прохождение одной восьмой финала Уложились в три матча Сегодняшнюю встречу будут судить Андрей Бирюков и его помощники Юрий Аскирко и Сергей Сердюк Составы команд сейчас на ваших экранах Комментировать эту встречу для вас будут Александр Пашков и Александр Ткачев Добрый вечер, уважаемые любители хоккея Приветствуем вас на матче в Москве в ЦСКА На льду прославленной хоккейной команды, которая встречается сегодня с многолетним лидером нашего российского Теперь уже хоккея Казанским Акбарсом Противостояние только начинается первая встреча Арбитр встречи Андрей Бирюков готовится к браслению шайбы Об изменениях в составах команд Потом уже по ходу игры расскажу, как выглядят звенья и пары защитников Изменений у ЦСКА никаких Собственно, единственное, что могло бы произойти Это если бы чудесным образом поправился капитан команды Вадим Япончинцев Чудес почти не случается И вынуждена команда по-прежнему играть тем же составом, которым, собственно, играл две игры из трех против Челябинского трактора У казанцев изменения есть, но всего лишь одно существенное и одно минимальное Существенные изменения это смог вернуться в строй Денис Архипов И, соответственно, нет сегодня места среди нападающих обыков Ну и в запасе за Робертом Эшем другой голкипер Павел Попков Впрочем, вероятность его появления, как мы понимаем, крайне мала Основные голкиперы команд Томас Лоусон и Роберт Эш защищают ворота Стартовые звенья Петр Счастливый, Алексей Зимаков, Олег Сопрыкин Защитники Константин Корнеев и Сергей Родин у ЦСКА Ну и привычное тоже, в общем, по последним годам Правда, за некоторым исключением Но, тем не менее, привычное первое звено казанского акварца Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Данис Зарипов, 95-й, 42-й, 25-й Защитники Раймон Жеру и Григорий Панин, 2-й, 75-й Короткая смена, 26 секунд всего лишь Да, короткие смены, но посмотрим, что за этим стоит То ли попытка сохранить силы, только измениться Или же измениться отношение выхода звеньев на лед Ну, посмотрим первые вот эти четыре пары Второе и вторые звенья сейчас на льду Артюхин, Скугарев, Шишканов, 44-й, 75-й и 20-й Защитники Белов и Полок, 77-й, 7-й Это пятерка, которая сейчас на льду у ЦСКА У Акбарса появился Денис Архипов вместе с Александром Степановым И смотрю, кто четвертым в этом звене Дмитрий Казеонов, такая тройка Первая атака армейцев на излете Первые минуты матча Белов сохраняет шайбу В чужой зоне, отправляет ее за ворота Никто не торопится подбирать В итоге достается она Скугареву Скугарев снова по борту, Полок Армейцы пришли в зону атаки Никак оттуда Акбарс не может выбраться Только через выброс шайбы ЦСКА скакивает назад Быстро меняются, меняются и гости И вот уже следующие звенья С Чаянок с партнерами у Казанского Акбарса И здесь уже Кон с партнерами Петер Чаянок, Олег Петров и Юка Хентунин Номинально второе звено пусть и появилось По порядку выхода на лед третьим у казанцев Но, собственно, здесь, наверное, понятно, что и тот и другой тренер будут искать варианты Как бы развести, скажем, свое второе звено с вторым или третьим звеном у соперника Потому что разноплановые, в принципе, звенья и у той, и у другой команды Все звенья играющие, а потому можно пытаться сыграть, как говорится, в наложении Тех или иных звеньев, впрочем, так ли это будет, мы увидим даже не по ходу, наверное, сегодняшнего Отдельно взятого матча, а уже по ходу всей серии Хентунин замокнулся, затем бросать не стал Катился в чужую зону, но атака казанцев не затянулась Еще одна попытка доставить шайбу в чужую зону Настоль же неудачная Владислав Кон на выходе из собственной зоны Дважды не смог шайбу выбросить, но в итоге получился пас через соперника Своему же защитнику Андрею Шеферу Смена идет по ходу у тех и у других Тем временем Шефер из своей зоны выкатывается Набирает скорость, докатился до красной линии Вбрасывает шайбу в чужую зону Роберт Эш переправляет ее в угол ворот Сейчас на льду у ЦИСК Звено Каблуков, Кон и Суглобов Никак они не сменятся, да, вот наконец Наконец показалось звено здесь Спаршином, Широковым И у гостей Уже тоже четвертое звено На льду здесь Четвертое звено у гостей Кирилл Петров Григорий Шефигулин, Никита Алексеев 90-й, 15-й, 81-й Ну а четвертое звено ЦИСК Денис Паршин, Владимир Горбунов и Сергей Широков Еще недавно, собственно, в начале плей-офф Было вторым номинальным звеном Но когда был здоров Япончинцев Собственно, его место занял Владимир Горбунов И на фоне отсутствия Япончинцева и Паршина Широков Несколько потерялись В общем, это, наверное, объективно и неудивительно Бросок по воротам сколь сильный Столь неудачный С точки зрения того, что шайба не долетела До голкипера Казанского Акбарса Замахнулся и приложился к шайбе Георгия Мишаря Очередная смена Можно, наверное, отметить, Александр Константинович Что почти нет свободных мест И судя по тому, что люди подходят Думается, что сегодня, в отличие от первого раунда Никаких брешей на трибунах стадиона ЦИСК не ожидает Ну, сегодня с утра уже были проданы последние Там, говорят, 500 билетов в кассах Сегодня совершенно нет свободных мест на стадионе Думается, что здесь гораздо больше народу, чем он вмещает Во всяком случае, интереснейшая встреча, которая не часто, не часто проходит И вот второй год подряд судьба свела эти команды в турнире плей-офф Проигравший, как известно, выбывает Первые звенья снова оказались на льду друг против друга Так что Симаков счастливый и сопрытит против Морозова, Зиновьева и Зарипова Активно пытается действовать Казан со своим первым звеном в чужой зоне Результата не дает напротив длинная передача Под синей линию Симаков закатился в зону вдоль синей линии Поехал, сыграл с партнером Но Петр счастливый, дальше шайбу уже адресовал не точно Попытка казанцев все того же первого звена Только сейчас пошла смена Армейцы успели ее провести, казанцы еще только начинают А потому и не торопятся выходить из своей зоны Попытка поатаковать одним Данисом Зариповым Результата не дала Посмотрим, как на сей раз удастся ли добраться до чужой зоны Попытка Панина самим собой через борт сыграть Результат дает точно такой же, как и в предыдущем случае И в итоге армейцы оказываются в чужой зоне Активен Шкугарев Заканчивается четвертая минута первого периода Пока команда только-только присматривается друг к другу Но мне кажется небольшое преимущество У ЦСКА даже не преимущество Такой эмоциональной обязанности На своем стадионе атаковать И вот они пытаются это делать Но очень осторожно, очень аккуратно Не рискуя обороной Пока идет выжидание Кто первый прибавит в темпе и ренится вперед Запускает шайбу в чужую зону От синей линии Тимофей Шишканов Суглобов первым на подборе Борется с ним защитник Акбарса Тем не менее Выйти из зоны еле-еле с большим трудом Удается сейчас Казанскому четвертому звено Против него тройка Каблукова Суглобовым и Коном Ну вот собственно следствие Первая наверное ситуация Когда не попали друг на друга Какие-то звенья по порядку первого выхода на лед Сейчас Суглобов отдает шайбу Владиславу Кону Тот успел продраться Выскочил на пятачок Опасный момент Выручает свою команду Роберт Эша Затем еще пытался добить шайбу Поворота Каблуков Первый серьезный момент Пять минут истекли в этом матче Первый момент когда голкиперам пришлось действительно вступать в игру Работы у Лоусона вообще не было до сих пор Ну а вот у Эша первый серьезный момент Была еще парочка моментов Когда ему ну скажем так Да первым не выдержал ЦСКА Да мы ждали ждали Кто же первый рванет вперед Первый не выдержали армейцы С острой контратакой Выход Кона 1 на 1 по существу Правда немного с фланга С правого фланга Но Эш там спасает ситуацию Вот повтор этого момента Вот Кон вылезает на ближнюю Идет поперек ворот И очень в тяжелом положении вратарь гостей Но он справляется Справляется Правда потом еще два броска Который также Эшу удалось отразить Горбунов, Паршин, Широков С защитниками Кулешом и Мишарином На льду ЦСКА Вбрасывание у ворот Казанского от Барса Первый Шин, Никулин Пара защитников у Казанцев И вместе с ними второе звено атаки Юка Хентунин, Петр Чаянок, Олег Петров Попытался было убежать Чаянок Но не так-то Это было просто Да и шансов в общем догнать шайбу Прямо скажем было чуть Горбунов тем временем разогнался Сделал передачу налево Партнер ждал этой передачи у синей линии Забрались в чужую зону Паршин за воротами Выкатывается Не расстается с шайбой Только сейчас Подключил к атаке защитника Мишарина Тот мог бы сделать передачу на пятачок Не стал По-прежнему шайба за воротами Вот только сейчас К борту выбираются с ней армейцы Мишарин уже полный круг сделал по зоне И сейчас набрасывает шайбу на ворота Не очень приятный момент для Аеша С точки зрения того, что по-моему Двое своих хоккеистов И один чужой находились По траектории полета шайбы Но он сумел справиться Отбил шайбу прямо перед собой И тут же ее накрыл ЦСКА не хочется отдавать Даже те небольшие ростки инициативы Которые ей удалось сейчас проявить По-прежнему они находятся в зоне атаки И вот сейчас вбрасывание Это уже наверное полторы-две минуты Армейцы там уже обживаются в зоне казанцев Казанцы против этого ничего пока не имеют Но мы знаем, что пружина Может быть и имеют сделать пока что-нибудь Да, пружина казанской атаки Их сильна Первое звенье И вот он расстреляется Да, пружина я Алексей Морозов Даня Зарипов Даня Зарипов выводил капитана Акбарса на бросок Томас Лоусон положил щиток на лед Бросок был низом в ближний угол Сумел его парировать спокойно Армейский голкипер Но вот первый раз, когда у Лоусона появилась работа В этой серии Шесть спустя минут даже с лишним Жестко Розин встречает Соперника не готово И фактически это и начинает Атаку ЦСКА Правда тут же последовал адекватный ответ Тут же от защитника казанцев Панина Который притормозил Розина Армейцы контролируют шайбу Меняются и те и другие Полок ждет шайбы рядом Находясь со своим партнером по обороне Беловым Появляется Шишканов Появляется Артюхин Появился уже и Скугарев Шишканов успеет в первом шайбе Едва ли Но он не пошел Нет, не пошел Видно, что он оценил позицию Явно проигранной шайбы Он здесь оборажирует в средней зоне Вот все-таки ничего не получается Пока у ЦСКА С точки зрения прямой атаки ворот Кроме вот единственного момента у Кона А казанцы выискивают ситуацию Для броска ничего не получается Скугарев подхватывает Один пока без помощи партнера Скугарев шайбой в чужой зоне У казанцев на льду снова Тройка Дениса Архипова Напомню, сегодня он с Дмитрием Казионовым И Александром Степановым действует В прошлом матче эти два хоккеиста Играли в разных звеньях Степанов с Шифигулиным и Обуховым А Казионов с Алексеевым и Петровым Ну вот сегодня, соответственно, Шифигулин С Петровым и Алексеевым А Архипов с Казионовым и Степановым Алексеев здесь отобрал шайбу При помощи партнера Пытаются они удержать ее Петров, да, ему помогает Выбирается, нет, все-таки пошел в обратную сторону В итоге только при помощи Шифигулина Сумел сохранить шайбу в чужой зоне Борьба у борта очень напряженная В итоге армейцы ее выигрывают Без скорости получил шайбу Артюхин Поэтому не стал и пытаться что-либо изобразить Уже смена начиналась у его партнеров И просто армейцы доставили шайбу В чужую зону Роберт Эш не стал шайбу оставлять Защитнику Селезневу Предпочел сыграть по борту Пока никак не проявляет себя звено Здесь с Петровым, Хэндоном и Чьяноком Вот сейчас оно на льду как-то Да, против них Сейчас вот армейцы по-разному Упускают несколько звеньев Вот второй раз уже выходят разные звенья Не знаю, возможно, идет подстраивание Подстраивание Мне кажется, логичным было бы именно Вот это подстраивание, как вы говорите Вот это наложение еще, как его называют Использовать против второго звена Казанского Акбарса Потому что с первым и так все понятно Первое звено лидеры команды Против которых играют лидеры ЦС Да, но как ни странно Первое против первого На это все согласны Да, но вот накрыть второе звено Акбарса Которое в первом раунде сыграло настолько хорошо Что временами затмевало первую тройку Накрыть ее Это очень важная задача для хозяина Ну посмотрим, только всего лишь девятая минута первого периода Тренеры сейчас прикидывают Действительно, в начало матча Прикидывают расклад сил Как так или иначе выглядит И своя команда, и соперник И, наверное, в ближайшие 2-3 смены Определится окончательно вот это Соотношение противоборства звеньев Широков, Горбунов, Паршин, Куляш и Мишарин Пятерка на льду у армейцев А вот у Акбарса первый раз Мы видим не первое звено ЦСКА против первого звена Казанского Акбара Вот о чем я только что говорил Ох, какой момент! Второй момент у Казанцев Легко подставив клюшку Изменил направление полета шайбы Танец Зарипов И она отправилась прямиком в девятку Ворот Томаса Лоусона 1-0 Фактически вторая атака Акбарса Которая доходит до какого-то завершения 8-4 Но я хочу еще раз продолжить нашу мысль Впервые против звена Зиновьева Вышло звено Не то, которое начинало против Вкусмашин и Петр счастливый Да, там звено Широковым и Каблуковым И тут же, тут же армейцы были наказаны За эту перестановку Все три хоккеиста первого звена Акбарса Получают баллы за результативность Автор шайбы Данис Зарипов Сергей Зиновьев, Алексей Морозов Соавтор и для Зарипова вторая шайба Шестое набранное очко У Зиновьева третья передача У Морозова тоже третья И у Сергея Зиновьева две шайбы В первом раунде У Морозова три Но что здесь, наверное, необходимо отметить Это, конечно, тот факт, что всего лишь Вторая атака казанца Да, и улучил момент Занитова Беллидинов Выпустил налет вовремя Своё первое звено И это сработало 1-0 в пользу казанского Акбарса На девятой минуте первого периода Да, девятая минута закончилась Закончилась Единственная пока шайба И у ворота Лоусона Если, в общем, подвести короткий итог Первые десяти минутки Которая, правда, ещё не закончилась Думается, что ЦСКА пока не в своей тарелке Нет привычного темпа Нет бурного Очень бурного начала Матча, который характерен для игры ЦСКА Здесь, во дворце спорта ЦСКА А казанцы, вот, вы знаете Тоже не совсем похоже на себя Тоже отказались от активного начала И выискивали эти шансы Шансов было немного Но один был использован блестяще Один из двух, фактически Да, да Мы начинаем постепенно привыкать К тому, что у нас как за океаном Как в Европе Собственно, когда своя команда играет на выезде Частенько болельщики могут прийти В родной дворец И посмотреть игру команды по Кубу Под куполом арены Вот сейчас заполненный до отказа Ледовый дворец ЦСКА Где болельщики, несмотря на счет Естественно, продолжают гнать ЦСКА вперед И в Казани сегодня тоже На Татнефть-арене Болельщики имели возможность И имели сейчас возможность Смотреть за игрой по Кубу Под сводами арены Я представляю, какая там сейчас атмосфера Да, там Ну, там полный стадион Наверняка он там полный Или около того И там, наверное, матч Такой немножко виртуальный Но, тем не менее Это очень приятно Для любителей хоккея В другом городе Которые могут быть очевидцами Прямой трансляции Вбрасывание в зоне Эша Выигрывает Первышен подбирает шайбу И через борт Аккуратно Попытка вывести ее Но армейцы не дают Не дают дальние Вышла, вышла шайба За пределы зоны Скугарев подбирал ее И зовет в зону Сам он мог этого не заметить Но Арбитры находились и главный И помощник прямо на линии Поэтому здесь Вариантов, наверное, что они ошиблись Не было Очень сосредоточены Все тренеры ЦСКА Очень сосредоточены Скованы Даже, я бы сказал, неудачное начало И тренеры тоже ждут И как будут развиваться события Дальше пока никакого вмешательства С их стороны Я имею в виду По отношению к игрокам Как запасным на скамье Для запасных Пока не видно В ожидании тоже Быков выжидает Артюхин Врасывает шайбу В чужую зону На скорости разогнался Он казалось ему Что он поспеет к борьбе Но вот не заметил того Что шайбу посылал в чужую зону Еще не докатившись До красной линии В итоге проброс И врасывание будет уворот Опять мы видим Опять выходит звено С Зиновьевым У ЦСКА Выходит Первая пятерка Звено Артюхина И опять Артюхин как раз покидает Сразу Да, да Белетинов пытался Опять подсунуть Я немножко грубовато говорю Подсунуть свое первое звено На более слабые ЦСКА Но не с этим Не согласился Быков И опять вернул Правда успел он вернуть На лед звено С счастливым Дальний бросок Лоусон не видит Попытка добить Прострел Аплактный момент 2-0 9-57 Боже мой Всего-то отделяет Эти две шайбы Друг от друга Одна минута И 13 секунд Было несколько остановок Показалось, что гораздо больше Но не прошло и 10 минут В этом первом периоде Хозяева проигрывают 0-2 Думается, что вот эти попытки Наложения звеньев Одну на другое Вот мы видим повтор этого момента Ошибка Лоусона Безусловно Клюшка поднята вверх Скользящая шайба И он Правда ему здесь подправляет Розин ее Собственной защитник Розин, да Подправляет Но клюшка Лоусона ушла вверх И шайба проходит под ним В ворота 2-0 2-0 Вот я еще раз вернусь К тому, что вот эти попытки Сочетания звеньев Накладки звеньев Как вы правильно говорите Александр Они явно выиграны В дебюте матча Явно выиграны Беллидиновым Первое звено Дважды Дважды Выручает Свою команду Выводит ее вперед 2-0 Это много Для первых 10 минут 10 минут позади Две заброшенные шайбы Ни одного удаления Казанский Акбар С усилиями Дани Сазарипова Сделавшего дубль Ведет в две шайбы Для Дани Сазарипова Ох, какой момент Сейчас еще один Безусловно Отличное начало встречи У него теперь Три шайбы в четырех Еще не полных матчей В матчах 24 В сезоне 62 очка В сумме По чемпионату И матчам плей-офф Но, наверное Здесь очень важно Отметить Тот факт, что Для армейцев В ближайшие 2-3 смены Надо играть максимально Не то, чтобы осторожно Но максимально без ошибок В средней зоне В своей Потому что Сейчас, если соперник Забросит еще То будет крайне тяжело Что-то исправить Да, ситуация для ЦСКА Грозовая Просто грозовая Примолк стадион Хотя в одном углу Это болельщики Казанского Акбарса Акбарса там просто Бушуют страсти Можно вспомнить Прошлогодний плей-офф Безусловно Эти команды сегодня Играют уже в 42-й раз Это если не считать еще Встреча Акбарса С ХК ЦСКА Тем не менее Понятное дело Что главные аналоги Три встречи в нынешнем сезоне И самые главные Прошлогодний плей-офф Две первые встречи в Казани Акбарс тогда Имевший преимущество Своего поля Выиграл относительно легко Ну с точки зрения того По крайней мере Как складывалась Третья и четвертая игра Затем в серии И вот затем В Москве ЦСКА сумел В борьбе выиграть Третью встречу И проиграл в одну шайбу Но в четвертой встрече Тоже была равная борьба К чему я об этом Сейчас вспомнил Вот такое удачное начало Для казанцев Оно в Москве В прошлогоднем плей-офф Не происходило Да, все было в тяжелой борьбе Все было в острой Тяжелой борьбе Сейчас сравнительно Малыми усилиями Малой кровью Как говорится Акбарс добился преимущества И вот уже Я смотрю против Горбунова Звено с Архиповым Вот сейчас посмотрим Как они дальше будут Здесь Соединяться Противодействовать звенью Потому что явно Тренеры не успокоились В этом В этом Постоянном Наложении Звеньев Друг на друга Положение вне игры Фиксирует арбитр И Горбунов Вкатывался в зону Когда там уже находился Секунды три Как Денис Парсов Вот наконец Звено с Кукарева Да С Артюхиным Шишканов Да Выходит против Никиты Алексеева И думается Что это наиболее разумное Сочетание Потому что стиль игры Обеих-звеньев В общем-то похож Подпор игроков похож Здесь мощные Мощные нападающие Которые противостоять могут Друг другу В какой-то степени Здесь шансы уравниваются Этого не было В самом начале Заканчивается 12-ая минута Звено Шефигулин Петров Алексеев Против Мощного звена ЦСКА Тюхинску Горьев Шишканов Но по порядку Выходы на лед И в прошлом матче И в этом второго звена С одной стороны С другой Понятное дело Что В зависимости от ситуации У армейцев Эта тройка будет Второй или третий Повтор одного из моментов Вообще Степанов второй раз Уже взлетает в воздух Один раз Это было с воротами Лоусона Но ему не привыкать Степанову хлеб Это Вот эти вот столкновения Конечно Он и днем и ночью Готов в любом виде Этим заниматься Бросок Никиты Алексеева Выиграли в бросовании Сразу шайбы досталось Ближнему И опасный бросок Фактически И с кругом вбрасывании В исполнении Нападающего казанцев Ответ ЦСКА Шайбу направляет Антон Билон За ворота Казанского Акбарса Бросок Добивание С Кугарем Выталкивает его С пятачка Тут же эмоции Оно и понятно Во-первых Дело на пятачке Во-вторых 12 минут Всего позади А хозяева проигрывают В две шайбы Так что Эти эмоции Как говорится Не спроста Ну а потом За считание звеньев Я еще раз говорю Что это атлеты И с той и с другой стороны И здесь многое будет решать Именно силы Сила Вот смотрите Вот борьба какая начинается Здесь ребята Под метр девяносто Все и они И за метр девяносто И за сто килограмм веса И думается Что они этим будут пользоваться На полную катушку Сегодня Первые пятерки Вновь сошлись лицом к лицу Тринадцатая минута Первого периода Задумчивое лицо Не менее чем у Вячеслава Быхова И у Зенитулы Белелединова В общем понятно Что даже при таком Удачном начале Никаких гарантий нет И все это надо Развивать дальше И вести еще К очень и очень Далекой Маячащей вперед Может быть чуть более реально Чем для армейцев Победе в первом матче Ну Белелединов В этом смысле Тертый калаш Он прошел уже Огонь и воду Российского чемпионата И сам как игрок Достаточно Насмотрелся на То что может И что бывает На хоккейном поле Конечно его Ни в коей мере Не успокаивает Вот этот 2-0 На тринадцатой минуте Первого периода Но достаточно сказать Что для Белелединова Сегодня Пятьсот шестнадцатая игра Уже То есть больше Пятисот матчей В качестве главного тренера В отечественной суперлиге В принципе А у Вячеслава Быкова Тоже серьезный показатель Уже хотя Сопоставляя с Белелединовым Примерно в два раза меньше 245-я игра Для Быкова В качестве главного тренера Команды в отечественном хоккее Но тоже Достаточно попытка ЦСКА допить Симаков Симаков И некому было Ответить на эту передачу Шайба прошла вразрез Между игроками ССКА Да и собственно И Акбарц И в итоге Дело доходит Только до наброса На ворота Эша от борта Много ЦСКА Находится в зоне Много Они контролируют шайбу Много по времени Броски Но правда Броски с неудобной Дистанции Скорее Это набрасывание В расчете На ошибку соперника И поэтому Явных Таких явных Голевых моментов Пока не возникает Вот кроме выхода Кона Пожалуй отметить нечего Коллега Белелединов Варнаков На что-то ему Сейчас указывает Подсказывает Тем временем Подопечные Варнакова С Белелединовым Дотащили шайбу До чужой зоны Олег Петров Оставляет шайбу Юки Хентонину Тот Нашел защитника Проходит передача Наброс на ворота Я бы обратил внимание Ваш Александр Стантеев Что если отбросить Противостояние Первых звеньев Насколько осторожно Действуют все три Других звена Казанского Акбарса При любой возможности Даже не при потере Шайбы в чужой зоне А еще при любой возможности Когда непонятно Будет ли точная передача Кто владеет шайбой То есть риска нет Практически Очень хорошо Казан соориентируется По первому игроку Как только передний игрок Определяет Что он не борется за шайбу Сразу остальные четверо Переходят туда Назад немножко Отскакивают в оборону Статистика встреч В последних сезонах Хаман была только что На ваших экранах Ну а всего Скажу 42 игра Если забыть Про взаимоотношения Акбарса С ХК ЦСК Которые наверное Не имеют отношения Серьезного К этому противостоянию 16 побед у армейцев 22 победы у казанцев Это перед этой серией Ну и собственно В нынешнем сезоне Три игры Две остались за казанцами Одна за армейцами Архипов за воротами Казионов Попытка выбросить Сюда на ворот Степанову Но тут Тут не дают Степанову просто наложили Как говорят Шлагбаум на руки Он даже не мог поднять Клюшку в этой ситуации Остановленная игра Меняют составы команды 14 минута Я бы отметил Что Бирюков не стремится Активно удалять Хоккеистов И в принципе Мы на протяжении 14 минут Наблюдаем Жесткую борьбу Но в основном Практически все время В рамках правил И в принципе Судья Что называется Не мешает Мне кажется Это пока можно отметить Как позитивный фактор Очень хорошо Что в студии Незаметно Мы про него Про него практически Не вспоминаем Истекает 14 минут Встречи Это первый признак Того Что на льду Ведется борьба Борьба в рамках Правил Хоккея высокого класса Нарушений практически нет Вот я постучал Чтобы не сглазить И дай бог Чтобы это продолжалось И дальше Джеймс Поллок Сыграл с Антоном Беловым Выкатываются Из своей зоны армейцы Но поймать на смене Казанский Акбар Им явно не удастся Хотя Шишканов И мчался на всех парах Срезая угол К чужим воротам Но все равно Шансов поспеть было немного Тем не менее Проброс Вбрасывание сейчас будет У ворот Роберта Эша Я бы наверное Отметил Александр Константинович Не знаю Согласитесь вы Со мной или нет Но в принципе Вот одна единственная команда Да Череповецкая Северсталь Которая выиграла У Химика Она ведь Перекроила Настолько сильно Встречи команд Что вот именно Для болельщиков Две серии ЦСКА Акбарский Магнитогорск Динамо С одной стороны Фантастические С другой стороны Для этих четырех команд Вместо того Чтобы запланированным курсом Идти в полуфинал Если получится Встреча с соперниками С принципиальнейшими И в том и в другом случае На более ранней стадии Ну наверное За это надо благодарить Михаила Куклева С товарищами Который определил Вот эти вот За это должны Благодарить Я думаю Фрикииста уфимского Салавата Ну я так Немножко шучу Но тем не менее Так действительно Еще раз Бросок Зарипова сходу Но там уже подставляет Себя под бросок Розин И вот он же Проходит среднюю зону Передним уже нападающим Входит в зону атаки Ищет партнера Разворачивается Прострел Прострельная пиача Симаков теоретически Наверное Был адресатом этого паса Но он проскочил уже Штангу к тому моменту Корнеев Перескак Перехватывает шайбу Симаков Бросок Роберт Эш Спокойно реагирует Но бросок не получился У Тимакова таким Чтобы доставить Неприятность Эшу Да В нем не было Извиняющей силы Как говорил один Великий тренер Но тем не менее Очень неплохой момент Создает ЦСКА И я уточню Именно при встречной атаке Как только Кончается оборона Если ЦСКА начинает Свою привычную Контрадаку У них начинает получаться Получаться острота Суглопов потерял Шайбу в чужой зоне Суглопов каблуков и кон На льду у армейцев Защитниками Гончаровым и Шефером У казанцев Шафигулин Который припечатывал Сейчас каблукова К борту За это припечатывание Сейчас будет награжден Но правда Вряд ли его Такой приз порадует 15.38 На табло Ледового дворца Спортов ЦСКА И первое удаление Шафигулин На 16-й минуте Только мы проговорили Про арбитры Он тут как тут Да Или вернее Игроки немножечко Не выдержали Привлекли его внимание Да Наверное у борта Можно было бы Быть более корректным При исполнении Вот этого приема Но вот повтор Сэшем Мэш конечно Хороший шаг Вперед все закрыто И скользящая шайба Не имела шансов Пройтись Кугарев И казеонов Такая четверка Такая четверка Сейчас у казанского Акбарса Акбар сменился Абыков держит По-прежнему На льду звено Своих гренадиров Ну наверное Мысль проста Чтобы они немножко Помяли оборону Акбарса А на вторую минуту Выпустить своих Выпустить лидеров Выпустить людей Которые действительно Могут Создать угрозу Но по-прежнему Пока что появился Только Паршин Больше никто не успел Поменяться в составе У ЦСКА Докатились до чужой зоны Белов Играет направо Там Скугарев Скугарев выкатывается На позицию Делает передачу Зрячая на Белова Не ждал С одной стороны Белов подключался Туда именно для того Чтобы подправить шайбу С другой стороны Для него пас Оказался неожиданным Вторая минута игры В большинстве для ЦСКА Белов бросок Мощный бросок Шайба Не покидает зону Акбарса Джеймс Поллок Закрыл зону Снова Белов Замах Поллок стучит клюшкой по льду Получает шайбу Бросок Вот это опасно Реагирует из пусты Боже мой Куда сейчас стрелял Я не понимаю Александр Скугарев Продолжает атаковать ЦСКА Еще 30 секунд Поллок Все началось Самое опасное в этой атаке Именно с броска Джеймса Поллока Шишканов теперь бросал Приходится шайба в ногу Казанца И выбрасывают шайбу из своей зоны Хоккеисты Акбарса Очень устали сейчас Хоккеисты этой смены У ЦСКА Идет смена Мишарин появился Широков Паршин уже давно на льду Единственный кто успел появиться сразу же Куляш и Игор Бунов Такая пятерка у ЦСКА На последние 5 секунд Уже собственно Которые остались Игром в большинстве Довести шайбу до чужой зоны Попытаться расположиться Получается нет Не удалось Не удалось армейцам что-либо сделать Хотя Они очень близки были к тому Чтобы сократить отрыв в счете Конечно пустые ворота Пустые ворота У Скугарева Просто шикарный Будет ему наверное сегодня сниться Как бы не закончился матч 18-я минута Заканчивается первого периода По-прежнему ЦСКА имеет преимущество Еще одно удаление Ровно 2 минуты До завершения первого периода Вы знаете Я думаю что Сны у Скугарева Будут в зависимости все-таки от результата От общего От конечного Если в случае поражения Это уже кошмары точно будут Так может быть просто знак будет Но момент такой редкий момент Когда Вот Бросок Отличный бросок Поллока Первый момент на добивание Вот он смотрите Реагирует Роберт Эш И вот здесь Он-то уже фактически отыгран Шайба попадает Скугарево И он не попадает Поворотом Да Хватается за голову Вся скамейка запасных ЦСКА Мы сейчас видели После этого момента А на льду Только сейчас Первую пятерку Выпускает на лед Вячеслав Быков 4 минуты Фактически подряд Но С интервалом в несколько секунд В 22 секунды Будут играть армейцы В большинстве Симаков пролезает Хороший выбор Счастливого Браво Роберт Эш Ну Эш спасает Спасает раз за разом Армейцы стали проскакивать Оборону Акбарса И второй подряд момент Ну в этой ситуации Выручил Эш Конечно очень сильно Он сейчас сыграл Армейцы по-прежнему Наращивают давление Там Родин Счастливый Бросает Сафрыкин на подборе Лежит Эш С огромным трудом Увозит шайбу К борту казанцы Алексеев Рядом с ним Олег Петров Ему следует передача Петров опытный Выкатывается из зоны Диагонально пересекает Среднюю зону Добирается до противоположного борта И только потел Потом отправляет шайбу В чужую зону Давая своим партнерам Возможность смениться Минута до конца Встреча еще минута Штрафного времени Симаков Сапрыкин неудобный Получилась передача Такое впечатление Что Симаков не Сапрыкину Делал передачу А назад защитнику Как следствие В итоге шайбу не сохранили Армейцы выбрасывают ее Более того Выкатываются шайбой Казанцы Юка Хэнтонен С неудобной стороны Но с достаточно близкой дистанцией Очень неприятный бросок Для Лоусона Попытка ЦСКА воспользоваться тем Что Хэнтонен нырнул В их зону Атаковать против трех Ничего не удается Еще раз назад И Суглобов Разгоняется из своей зоны Вкатывается в чужую 25 секунд До конца И периода И удаление У Казанского Акбарса Вновь выбрасывают шайбу Из своей зоны Казанцы Пока что Вот за эти уже Три с половиной Даже больше минуты игры В большинстве Момент который был у Скугорева Который начался С броска Джеймса Полука Остается единственным Сверхопасным Последние секунды Первого периода Дубль Дани Сазарипова Пока что отделяет Казанский Акбарс От ЦСКА И с этим итогом 0-2 Команды завершают Первый период 2-0 Выигрывают гости 2 секунды 2 секунды будет играть В меньшинстве Во втором периоде Казанский Акбарс Ну понятно Это собственно Ничто Так что ЦСКА 4 минуты На финише периода С 16-й И по последнюю секунду Играл в большинстве Был шанс сократить отставание Не сумели им воспользоваться Армейцы Достаточно важный Мне кажется Вот этот отрезок 4-х минутный В конце периода Когда выяснилось Что если соперник Начнет удаляться ЦСКА получит Безусловно Хорошие шансы Но получит или нет Мы увидим дальше На ваших экранах Дубль Зарипова И его ассистенты 2-0 Акбарс выигрывает У ЦСКА Не отходите далеко От ваших экранов Вы еще сумеете узнать О том Как протекают события В других матчах Да Сейчас готовится интервью Интервью Короткое интервью В перерыве Сейчас Готовится Наталья Кларк Ледовый дворец ЦСКА готов К началу Второго периода 10 секунд На электронном Секундомере До вбрасывания Которое начнет Вторую 20-ти минутку В пятером Против четверых Но всего-то на 2 секунды Будут армейцы Которые за Короткий отрезок времени Минуту и 13 секунд Дважды капитулировали Перед одним хоккеистом Казанского акбарса Данисом Зариповым Произошло это на 9-й И на 10-й минутах И вот эти Две минуты И отделяют Теперь по сути Казанский акбарс От ЦСКА 2-0 В пользу гостей Можно наверное сказать Что тактика Выбранная на игру Хоккеистами Казанского акбарса На этот первый период Сработала в полной степени Как скажете Александр Константинович Да, думается, что Здесь Можно определенно Сказать, что Казанский акбарс Тактическом плане Переиграл Переиграл Московских армейцев Потому что команда ЦСКА Совершенно Необычно Выглядела Не просто начало Первого периода Но и на протяжении Всего Первого периода Команда По существу Отказалась От активной Скоростной Быстро атакующей игры Улеглась Накладыванием Звенев На звенья Соперники Вот этим Противостоянием Пятерок И в этой Кутерьме Пропустив Две шайбы По существу Не смогла Ничего Изменить Даже К концу Периода Акбарс По-прежнему Владел инициативой И думается Что закономерный Четыре минуты Которые команда Играла в меньшинстве Если говорить про Акбарс Они все-таки Продемонстрировали Что если Акбарс Будет удаляться То естественно Будет за это наказан Мы сейчас Во втором периоде Наблюдаем Игру Акбарса Про который Сами хоккеисты И тренеры В общем Когда им задают Прямой вопрос Признают Что второй период Несмотря на все то Что у Акбарса Сейчас хорошо Второй период В каком-то роде Зона проблемная И можно вспомнить И матчи с ХК МВД Когда именно Во втором периоде У соперника Появлялись неплохие шансы 26 секунд Всего потребовалось На удаление На сей раз Хоккеистам По ходу периода В прошлый раз Больше 15 минут Петр Счастливый Зарабатывает Две минуты штрафа Да Неудачница СССР начинает И второй период Счастливый На две минуты Отправляется На скамью Для оштрафованных Армейцы Будут сейчас обороняться Это может Послужить для Акбарса Сигналом К атакующим действиям Вот повтор этого момента В общем Не совсем ясного Для нас Но тем не менее Совершенно ясного Для арбитра Да У Андрея Бирюкова Сомнений не было И теперь Казанский Акбарс Первый раз В этом матче Будет играть Имея на хоккеиста Больше На льду У казанцев Что неудивительно Все сильнейшие Именно первая пятерка Раймонд Жру Григорий Панин Ну и понятное дело Алексей Морозов Сергей Зиновьев И Данис Зарипов Здесь наверное И сомнений не было Зиновьев шайбой Пересекает красную линию Не собирается с шайбой расставаться Докатился до чужой зоны Шайбу у него в падении Выбил Хоккеист ССК Но тем не менее Она осталась в зоне Армейцев И вот только сейчас Покинули зону свою Армейцы Скугарев докатился до чужой Бросок поворота Мэша Первые 30 секунд Игры в большинстве Таким образом Для казанского Акбарса Прошли Ну скажем так Не в атаке Ну вот наконец Порозов Да Наконец через пас Хороший пас Вошли в зону Но опять заброс Заброс попыткой подобрать Пока это удается Назарипове сидят Верхом Там ничего не дает ему сделать И приходится меняться Меняться будет Первая пятерка Казанского Акбарса 50 секунд Они провели на льду Ничего не смогли придумать Появляется Никулин Еще не успел смениться Защитник Панин Нападающие уже поменялись Появились Олег Петров Петр Чайенок И Юка Хентунин Катываются в зону Да Петров разогнался В угол По борту Получает шайбу Защитник Илья Никулин Рядом Юка Хентунин Играет дальше по борту Характерно что Белядинов выпустил Сразу же за Звеном Морозова Звено Чаянок Этого пока еще не было Но это все таки большинство И главное что Все пятерки свежие Сейчас Короткий розыгрыш Подбираются к воротам Подбираются и гол Минута и 56 секунд Потребовались Хоккеистам Казанского Акбарса Во втором периоде Или если посчитать То ровно полторы минуты На реализацию большинства Потребовались Хоккеистам Из Казани Полторы минуты И вот если В первом случае Звено Зарипов Зиновьев и Морозов Не смогли ничего добиться То здесь довели дело до броска Сделал результативную передачу Чаянок Вот давайте посмотрим Он переводит шайбу Готовится Он не раз изловчался Уже и пытался бросить Изловчившись С той или иной позиции В первом периоде Получилось первый раз Сейчас сделал это зрячее Переиграл Томаса Лоусона Который едет меняться Иван Касутин Спустя 22 минуты Даже неполных После начала встречи Занимает место В воротах ЦСКА Ушат холодной воды Много разговоров Много разговоров Идет в течение сезона Пла Лоусона И вот сейчас В решающий момент Плей-офф Вы знаете Неожиданность Конечно неожиданность Касутин вместо Лоусона Это удар для ЦСКА Удар для ЦСКА И видно по лицу Быкову Что он с трудом Переносит Такую ситуацию Более или менее Спокойно Но проще всего Наверное было бы Нам сейчас сказать Мы же говорили Про ситуацию С голкиперами в ЦСКА Но тем не менее Сколько разговоров Говорили не только мы Говорили не только мы Но думается Сейчас не время Сколько собственно Сейчас возможностей Есть у хоккеистов ЦСКА У того же Касутина Проявить себя с лучшей стороны Давайте так На это взглянем В любом случае У Казанского Акбарса Сейчас Есть еще одна Возможность поиграть В большинстве Потому что удален Теперь уже Сергей Широков И если ЦСКА Играл 4 минуты подряд Ну с интервалом В 20 секунд В большинстве В концовке первого периода То сейчас уже такая ситуация У Акбарса И если Гости сумеют И еще раз Забросить в большинстве То думаю Что это будет Такаут Мороза Да Это должно было бы Закончиться Четвертой шайбой Повезло просто Повезло армейцам Но Срячий вроде бы И бросал Зиновьев Да Акбарс по прежнему Наращивает давление Жиру Шайбой Проходит среднюю зону Опять через заброс Как ни странно Входят В зону атаки Гости Подхватывают шайбу Раз за разом Борются очень хорошо Шайбу сохраняют Вот Морозов Здесь в углу направо Передача на Зарипова Казалась неудобной Зиновьев подобрал шайбу Сыграл с Морозовым Тот потихонечку Откатывается от борта Жиру ждет передачи Ее не будет Вот сейчас Последовала передача И как раз потому И не надо было Ее делать и в первом случае Потому что Петр счастливый Караулил этот пас Выбрасывают шайбу Из своей зоны армейцы Меняются все Частично успели поменяться И казанцы Появились снова Петров Олег Петров Чаянок И Хентонин Бросила буквально полторы минуты Там и назад Упускает шайбу Хоккеиста Акбарса Но борется за нее В чужой зоне По-прежнему Хентонин по борту Еще 35 секунд есть у них Хентонин Выкатывается Обросок Защитник Удот Возвращает Какой момент Очередной у ворот Уже теперь не Лоусона А Косутина Только это поменялось Перевод Момент Хентонин И еще одно удаление Будет у ЦСКА 22 секунды Играть втроем Против пятерых Вот это начало Второго периода Да, да Акбар стремится Как можно быстрее Увеличить отрыв счет И окончательно решить Вопросы о победителе В сегодняшней встрече Армейцы По существу Растеряли Стройность обороны Раз за разом Они сваливаются сюда Вплотную К Косутину Просто счастье Сейчас Вот мы смотрим Повторы Просто счастье Шайба сейчас не побывала В его воротах Но тем не менее Это кончилось Для ЦСКА Еще одним удалением Еще одного игрока И втроем Втроем В тяжелейшем положении Армейцы Если они из этого Выскочат Сохраняя 0-3 Это будет большой удачей Никулин Шайбой Получает ее назад Бросок Не точно Успеет закрыть зону Первышин Закрывает По-прежнему втроем Армейцы Еще 10 секунд Снова Никулин Не стал бросать Переводит на защитника Первышина Что устраивает Сейчас пара защитников Погварцев Скугарев Висят наем Два хоккеиста ЦСКА Его роняет Накатывался Полок Удаление Это было Неминуемо Сумели выскочить Сумели армейцы Блестящая Контратака Чуть-чуть Не хватило скорости Александру Скугареву Он фактически В средней зоне Имел уже отрыв Метра полтора Но потом Его достают Вот мы видим повтор Два первышины Никулин За ним Не дают бросить Но с нарушением правил Правда Полок имел возможность Все-таки сделать Почти невозможное При игре в меньшинстве Но Так или иначе Акбарс Получает удаление Чуть-чуть ЦСКА подравнивается В количестве Удаленных И Обличает свое положение Полностью подравнивается Да Время удаленного Закончилось И вот в этой ситуации В этой ситуации Армейцы Все-таки Мне кажется Спаслись Спаслись от того Чтобы получив четвертую шайбу Вообще закончить Разговоры о победителе Мне кажется Что в этой ситуации Они должны благодарить Вполне конкретного человека Андрея Первышина Который Решив сделать обратный пас Илье Никулину Выложил Шайбу Аккуратно Крюк Александру Скугореву И тот получил Возможность убежать На нем же Собственно И фалил Первышин Потом был момент у полка И в любом случае Даже если не забросили армейцы То они Собственно Избежали Игры 3 на 5 Которая закончилась И вместо игры 4 на 5 Получили игру 4 на 4 Так что Сейчас казанцы Сами себя в каком-то роде Наказали Имели шанс Добить наверное Раненого соперника А теперь Этой возможности уже нет И сейчас 4 на 4 Ближайшие минуту И 35 секунд 4 минуты 7 секунд Показывает табло Второго периода Сколько событий За эти 4 минуты Шефер Бросок Браво Роберт Эш Ни единого шанса Соперником был На пятачке Симаков Рассчитывал может быть На добивание Неподалеку был И Петр Счастливый Но Роберт Эш Просто ловит шайбу Не оставляя никаких шансов На игру На добивание Хоккеистам ЦСКА Очень ловко Ловко так Легко Играет Ловит шайбу Эш Это иногда подавляет Нападающих соперников Вот такая Легкость Легкость Несмотря на то Что нападающий Прикладывает максимум усилий Для броска Вратарь легко справляется И этим психологически Воздействует На соперника Покинул лед Петр Счастливый Вместо него Олег Сапрыкин Остался Алексей Симаков Такая пара Нападающих у ЦСКА Защитники Андрей Шейфер И вместе с ним Константин Корнеев Это четверка ЦСКА Кто у Казанского Акбарс На вбрасывании Александр Степанов Защитник Евгений Медведев Второй защитник Алексей Емелин И осталось еще одного Нападающего По-моему Это Дмитрий Казионов Сапрыкин выиграл Ему помог Симаков И вот он здесь Между трех Между трех Пытается Извлечь выгоду Какой-то Тем не менее Отложенный Так что будет Положение вне игры Если коснуться шайбы Собственно это и делает Олег Сапрыкин Касается А потому звучит Свистом Минута 14 Да Окончание времени Штрафа у Сергея Родина Минута 37 У Андрея Первышина Так что там всего 23 секунды разницы Успокаивают Вспыхнувшие Было страсти арбитры Но все-таки Я бы вспомнил 15.38 Время первого Удаления в этом матче И потом пошло-поехало Два удаления В конце первого периода И сейчас уже 4 А теперь Вот мы сейчас наблюдаем Олега Сапрыкина А теперь уже и 5 Да Безусловно 0-3 Это конечно Сильнейший раздражитель Для ЦСКА Для большинства его игроков Селес умеет справиться Со своими нервами Вернуть себя в рамки Нормальной спортивной борьбы Конечно Это большой сейчас вопрос ЦСКА И тут же еще и номер 6 Удаление вполне логично Обоюдное Потому что И Минуте и Сапрыкин Во всяком случае удаление Для армейцев Сейчас просто Смерти подобно Они должны любыми Усилиями удержаться От штрафов А для Акбарса В общем сейчас Очень комфортная ситуация Им нужно просто-просто Сохранять то, что они добыли И использовать Ошибки соперников Аплодисменты Аплодисментами встречают Игру Касутина Зрители на трибунах Думается для самого Касутина Сейчас очень важно Вступить Первые несколько раз В игру Сделать несколько Как говорится Ключевых таких сейвов Для самого себя Чтобы почувствовать игру Пятая минута Второго периода Две минуты Отыграл Касутин И это первый бросок По его воротам Первый, скажем так Акцентированный бросок Нельзя сейчас касаться Шайбы уже казанцам В чужой зоне Разгоняется Из-за собственных ворот Евгений Артюхин Через 55 секунд В полном составе Будут армейцы Артюхин добежал До чужой зоны Убежал за ворота Пошел на второй круг Но думается Не на всю площадку Только по чужой зоне Артюхин Неудачная передача Успел ее только подхватить Белов Но уже за пределами чужой зоны Снова Артюхин Себе на ход И снова не очень удачно Но сейчас уже Панин В каком-то роде подсобил Артюхин Шишканов Из-за ворот Выберется с шайбой Похоже, что без Борьба у борта Емелин роняет Шишканова Но все в пределах правил Много борьбы здесь Шишканов с Артюхином И вот убегает В контратаку Слева от него Григорий Панин Ох, как играет Косухин Здорово сейчас сыграл Молодой голкипер ЦСКА Тут же ответ армейцев Снова защитника Причем выводили на бросок Команды В прошлый раз это был Григорий Панин На сей раз это уже был Защитник ЦСКА Антон Белов Бросок Шишканова Артюхин на пятачке Не смог подправить шайбу Мимо него Она летела Уезжает с пятачка Артюхин В большинстве ЦСКА 20 секунд Бросок Эш Мог только отбить шайбу Здесь уже шансов поймать не было Как раз на родину Выскочившего Со скамеечки штрафников Последовал пас На синюю линию Он вкатился и бросил С убойной дистанции Да, ЦСКА явно прибавила В быстроте Именно это Звено силового плана Суглобовым Артюхином И Шишкановым Пытаются внести перелом Происходящее на льду И предыдущая смена Практически удалась полностью Только Эш Смог противостоять давлению Разгоняется из средней зоны Денис Паршин Шайбу у него выбивают И перехватывают казанцы Только быстрой атаки не получится Олег Петров Сейчас такое смешанное звено получилось Петров, Чаянок, Алексеев Но Алексеев просто не успел смениться Сейчас появится на льду Уже появился Юка Хэнтони То самое звено казанского акбарца Которое сумело забросить столь важную Третью шайбу гостей На второй минуте второго периода Среализовав большинство Да, полторы минуты прошло Вот мы видим повтор Повтор здесь Уже Панин подключившись Имел момент для того Чтобы забить И у Розина момент Прекрасно играют вратари Но я хочу сказать Что ЦСКА мне кажется Добавила Добавила Получив шок в начале второго периода Через удаление И пропущенную шайбу Они добавляют в темпе И вот мне кажется Усилиями мощных своих нападающих Перехватывают инициативу Перехватывают Попытка все-таки Изменить ситуацию И вернуться к своей Обычной атакующей игре У ЦСКА Все оштрафованные Вернулись на лед Седьмая минута второго периода И думается Что это важный момент В первую очередь Для армейцев Сумеют они сейчас При игре 5 на 5 В равных составах Перехватить инициативу Будут шансы на спасение Если игра 5 на 5 Не будет за хозяевами льда То сделать это будет Очень затруднительно И надо будет рассчитывать На недисциплинированность Подопечных Белелединова На что я бы рассчитывать не стал Да В плей-офф Конечно дисциплина Имеет огромное значение Потому что Игра в большинстве Или в меньшинстве Так или иначе Она прямо решает вопрос О победителях Бросал Максим Гончаров Поворотом Подставил клюшку Алексей Морозов Шайба улетела на трибуны Опять же момент Когда первая пятерка Казанского Акбарса На льду И против нее Не первое звено ЦСКА Каблуков, Суклопов, Кос Были вот сейчас уже После короткой смены Осталась на льду У Казанцев первая пятерка И появилось к ним Первое звено У ЦСКА Сопрыкин на точке выбрасывания И вместе с ним Симаков Счастливый защитник Корнеев и Родин Бросок Поворотом Эша Эш безупречен Абсолютно безупречен Пока же Да, Эш опытен Опытен безусловно Очень неплохо А скорее Очень хорошо Наверное Так наверное Более правильно сказать Подготовлен И мне кажется При его прямой поддержке И при разумной тактике Акбарс пока Лидирует в сегодняшней встрече Потому что армейцы Все таки Несмотря Ни на что имели Целый ряд моментов Целый ряд голевых Или полуголевых ситуаций Эш Вы правы Безупречен Но скажи Если так сравнивать Да То не на то Чтобы ноль Был в графе У армейцев Да Наиграли команды Если бы голки Играли примерно одинаково Да Конечно Конечно Да Вратарь очень много Значит в матчах Этого уровня В матчах На выбывание И порой Определяет результат Напрямую Ну в сегодняшней встрече Это так или иначе Проявилось Мы видим Что Лоусон Отправлен На скамью Для запасных Армейцы по-прежнему Стремятся вперед Второго Прошел соперника Выложил шайбу Счастливому Бросок Второй Заход Это уже не бросок А передача на пятачок Там было жарко Пять человек Были на пятачке Шайба Армейцам не досталось Восьмая минута Бледится к концу Во втором периоде Еще одна атака армейцев Теперь уже Скугарев Докатился до чужой зоны И офсайт Зря останавливался Потому что Шишканов То увидел Что он останавливается А вот Не успевший смениться Симаков Забрался в чужую зону И в итоге Офсайт Опять сменились сочетания Опять Чаянок Против Суглобова Звено Чаянок Петров Хентунин Против Суглобова Каблукова Скугарева Нет Скугарева Скугарева Шишканова и Артюхина Еще один бросок Поворотом Тимофей Шишканов На сей раз Армейцы явно Вот сейчас с того момента Как команды стали играть В равных составах Стремятся как можно больше бросать Но какая контратака У Амбарса Прекрасные Две-три передачи Поперек Которые рвали оборону армейцев Но последний пас Не дошел До Чаянок на коленях Уже пытался Если бы сумел отправить Шайбу в ворота Конечно шайба была бы Просто прекрасна Красивейшая Именно вот не как бросок Да Как комбинация Сам розыгрыш Да вот этот Прекрасный Ну мастера высокого класса И они Вот эти нюансы Очень тонко чувствуют И раз за разом Демонстрируют Эпизоды Вот этого Высшего Высшего хоккейного искусства Косутин первым на шайбе Отправляет ее по борту Аккуратно Шефигулина Тот шайбу Переадресовал дальше На Никиту Алексеева Кирилл Петров Шайбе не поспеет Падает Стремившийся за шайбой Защитник Селезнев Сейчас четвертая пятерка Сегодня с защитниками Селезневым и Буравчиков Он тоже четвертой парой Защитников на льду У Амбарса Сменилось только что Звено у ЦСКА Покороче Получилась смена у армейцев Появились на льду Горбунов, Паршин и Широков Тоже четвертое звено Как и у Казанцев Теперь на льду Только свежее В отличие от Акбарса Кирилл Петров Нет, не сумел Опередить Мишарина сразу Но все-таки борьбу за шайбу Продолжил Только сейчас Горбунов выцархал шайбу Пытается широко действовать Армейцы в средней зоне Выкатились из своей зоны Паршин Не очень удобная передача Удаление Арбитр держит руку поднятой Да, удар Удар при единоборстве Высоко поднятой клюшкой И сейчас мы видим Арбитр направляется к столу Для судей И сейчас объявляет свое решение Похоже, что Зиновьев Да, Зиновьев Там около открытой двери Вот мы видим этот повтор Локоть поднят Высоковато Вы знаете, на что бы я обратил внимание То есть это сейчас не сыграло Но может сыграть в дальнейшем Давайте вспомним ЦСКА поменял свое третье звено на четвертое Походу достаточно длинные смены у казанцев Казалось бы, ЦСКА выпустил свежее звено Но в итоге Беллидинов Выждал момент И выпустил на лед свое первое И если бы не удаление Зиновьева Сейчас бы первое звено Акбарса Играло некоторое количество времени Против четвертого звена ЦСКА Причем уже подсевшего Ну, я думаю, что Здесь и тот, и другой тренер Пытаются играть на нюансах Нюансах вот этой пересменки Кое-что удается одному Кое-что удается другому Но если смотреть по большому счету Конечно, Беллидинов здесь переигрывает Переигрывает пока Быкова И думается, что Если это продолжится То казанцы будут иметь Еще большее преимущество Пока ЦСКА никак не может поймать Свою игру Атакующую скоростную игру На встречные контратаки Игра в большинстве У ЦСКА Один из ключевых моментов Как не хватает именно в эти минуты На льду Вадима Япончинцева Но и так первое звено Боже мой Казалось бы, уже на ноги Вскочила половина болельщиков На стадионе А Петр счастливый Бросил Попал в сетку Вот только с внешней стороны Эш возмущен тем, что По его мнению У него По существу из рук Вырвали Прижатую ко льду шайбу Вот мы видим повтор Вот Эш ее накрывает Вот ее выбивают И действительно так и было Удар по ловушке был Я могу понять сейчас претензии Эша Шайба в итоге достается счастливому Если бы счастливый Попал Если бы он попал сейчас в пустой угол То претензии Эша были бы В общем очень и очень важны И были бы наверняка рассмотрены Арбитром наверняка По видеомонитору Это 100% Но поскольку кончилось все убрасыванием А даже не просто убрасыванием А выносом шайбы в среднюю зону Потому что шайба упала С внешней стороны на сетку ворот Пока вроде бы все затихло Конфликт локализован Но напряжение нарастает Минута еще Минута для игры в большинстве Первое звено ЦСКА Не сумело забросить Хотя было достаточно жарко У ворот Казанцев Сейчас Паршин за воротами Не стал делать сразу передачу на кон А потом получилось чуточку уже сложно Но тем не менее контролирует шайбу армейцы Широков по борту назад На защитника Мишарина Тот еще дальше Бросать не стали Вот сейчас замах Мишарина Шайба в итоге уходит у него с крюха Еще хорошо, что дошла до своего Иначе могли бы быть большие проблемы У армейцев могли бы наиграть себе контратаку Широков вдоль борта Выкатывается к синей линии Возвращается замах Передача под бросок Мощный бросок Но бросок сколь мощный Столь читаемый для Эши И вот оно продолжение О котором вы говорили Как о фактически свершившемся факте Да, оно есть спустя 40 секунд Да, все еще продолжается этот момент После броска Кулеша И Куляш даже туда подъехал И тоже что-то внушает Одному из своих соперников Во всяком случае, конечно Досада из ЦСКА буквально вырывается Из всех отверстий Во всяком эпизоде Они стремятся довести дело До голевого броска Но пока не удается Не удается Мощные броски Кулеша Его партнеры-защитников Тоже не привели пока ни к чему Но Кон здесь, в общем-то, ни при чем Ничего он особенного не сделал Могли бы его Но пострадавшим окажется И отпустить Да, ну так Для порядка ему так далее Понять, что Но открытая лавочка Открытая лавочка И для штрафников-казанцев Туда отправляется Казионов Насколько я понимаю Вот на ваших экранах Сейчас Сергей Зиновьев Который через 25 секунд Вернется налет А Казионов отправился Как раз на скамеечку Штрафников Присаживается рядом с Зиновьевым Итого Удаление обоюдное Да, ну, видимо Здесь в этой толчье Трудно было разобраться Кто прав, кто виноват А в этих случаях Арбитр решает Задачу просто Обоюдное удаление И будьте любезны Выбрасывание на синей линии Казанского Акбарса Через 24 секунды В полном составе Будут гости 11 минут Отыграли команды Во втором периоде Реализация большинства Это сейчас Шанс для ЦСКА Был, ну, собственно Может быть и будет Потому что Если игра сейчас Во втором периоде После пропущенной шайбы После серии удалений Совершенно ненужных Для хозяев Все-таки выровнялась И армейцы На протяжении Достаточно значимого Отрезка времени Выглядят активней То можно сказать Что вот сейчас Играя нехорошо В большинстве Их шансы спасти игру Были бы гораздо Более выпуклыми Гораздо более серьезными Но пока Игра в большинстве Не очень клеится У армейцев Будем называть Вичи своими именами Не хватает главного Ведущего Ведущего В партии Большинства Это Вадима Япончинцева Потери для команды Невысполнимые И, конечно, сказывается Сказывается на Пока вот И на этом Первом матче С Казанским Акбарсом Сказалась Она и в предыдущей серии С Челябинским трактором Джеймс Поллок В своей зоне Через 3 секунды Вернется на лед Сергей Зиновьев Все продержался В меньшинстве Казанский Акбарс Были моменты Но из разряда Потенциальных Скажем так Потому что Бросок счастливого Пришелся не в створ ворот Но и до этого Жаркая битва на пятачке Которая, собственно Сопровождалась ударом По ловушке Голкипера Акбарса Так что вот это Пожалуй все Что за 2 минуты Создали хозяева площадки Сейчас в равных составах Продолжают атаковать Антон Белов С разворота Шайба за воротами С Кугарев Боролся за шайбу Ему не удалось ее выиграть Пытался помочь Шишканов Тоже не вышло Казанцев Недоумевает Опыт чувствуется НХЛ Там все это В расцвете Как говорится В полном цвете 45 секунд Играли в равных составах Команды 45 секунд Акбарс Мог поиграть в пятером И снова удаление Был удален Сергей Зиновьев Теперь Данин Зарипов Два хоккеиста Первого звена Настался на льду Сейчас Зиновьев Вместе с ним Морозов И защитники Панина Жеру То есть первая пятерка За вычетом Штрафованного Зарипа У ЦСКА На льду Суглобов Широков Бросок от синей линии Высшей цели В исполнении защитника Шефер Подхватывает шайбу Бросал поворотом Гончаров Суглобов Играет Широков Он тот назад на Шефера Вдоль синей линии Бросок Эш Эш по-прежнему Безупречен абсолютно Шефер Передача на Широкова Тот не стал бросать Вернул шайбу Защитнику Шефера Тот поехал в обвод Кузиновьеву В падении Нападающий Акбар Сохоснулся шайбой На брос Опасно Но опять же Без бросков Все это Перевод на Шефера Будет бросок уже Нет не будет Здорово действует Зиновьев Дважды Первый раз Чуть не обокрал Защитника ЦСКА А второй раз Уже без всякого чуть Сумел прервать атаку армейцев Вторая минута Игры в неравных составах ЦСКА забрасывает шайбу в зону И сейчас На льду у армейцев Первая пятерка Счастливый за воротами Рядом Симаков Не успел поменяться Широков Не успел появиться Сапрыкина на льду Сейчас И Розин и Корнеев То есть четыре игрока Из пятерых В составе первой пятерки ЦСКА на льду Сейчас Непрерывное давление ЦСКА Сменились составы Они по-прежнему пытаются Очень хорошее подставление Счастливого на шайбу Уходит мимо ворот Эша Меня что удивило В этой ситуации В меньшинстве Белядинов выпустил Первого игроков Первого звена Видимо он понимает Всю опасность Важный момент Несмотря на 0-3 Да, конечно Рисковать своими игроками При игре в меньшинстве Не каждый тренер решится Но тем не менее Белядинов идет На это Попытка сохранить Этот отрыв Любой ценой Мне кажется Что просто понятно Что вот сейчас Мы видим уже сколько 5-6 минут Игрового преимущества Хозяев И понятное дело Что для казанцев Сейчас очень важно Постараться выровнять игру Постараться Уйти на перерыв Уйти на перерыв Вот с этим отрывом Да Зарипов выскочил Со скамеечки Какая передача И удаление будет Сейчас вне всяких сомнений Уже в составе ЦСКА Да, арбитр был рядом Здесь ничего Как говорится Не подпишешь Загнали в ворота И защитника Выбили из ворот Ивана Косутина И вот никак не выберутся Саммита Архипов Поднялся Поднимается Сальдар Да, но Архипов Килограмм, наверное, за 100 И защитник для него Не преграда Конечно, и ворота там Хотя и остались на месте Но явно пострадали Да Вот мы смотрим повтор Смотрите, что творится При атаке ворота ЦСКА Падение на воротаря Дениса Архипова Я бы, наверное, сравнил Только со столкновением Уже, если говорить о казанцах С Евгением Артюхиным Да, примерно тот же вес Да Первый Сверхтяжелый Или как он называется Супертяжеловес Супертяжеловес Да, Олег Сапрыкин Опять Не опять, а я имею ввиду Опять ЦСКА теряет одного игрока Удаление Не выдерживает Сапрыкин Два удаления в первом периоде И уже к настоящему моменту Девять во втором Многовато А еще играть пять с половиной Многовато Игра принимает уже Характер такого боя Открытого боя То не останавливается Ни перед чем Все средства уже хороши Кроме такой настоящей грубости Но ЦСКА по-прежнему пытается Пытается найти пути к воротам Эша Ничего не получается при атаке сходу А при позиционной атаке все-таки справляется Акбар Справляется, держит Держит ноль Пока у своих ворот Я бы знает что отметил Александр Константинович Что если вспоминать Какой момент был у Акбарса в начале второго периода 3-0 стало по счету Игра в большинстве Пять втроем Затем ошибка двух защитников Обратный перепас Казалось бы В принципе тренер мог бы их и не выпускать в большинстве Но Белелединов доверяет этой паре защитников И по-прежнему появляется в большинстве Никулин-Первышин вместе с Петровым, Чияноком и Хентуниным Показатель доверия собственным игрокам у Зенита Лыбеля-Лединова Да, вот розыгрыш Опять возврат Возврат Сейчас дальний защитник накатывается Опаздывает с передачей Чиянок, Никулин Переводит шайбу Какие передачи проходят у казанцев Вот этим как раз отличается Хентуниным Длинными диагональными передачами на своего партнера на дальний порт Эти пассы рвут оборону Вот Первышин Бросок! Первышин бросал Касутин выручает 45 секунд играть в меньшинстве армейцам Что касается доверия, вот вы сказали, Александр, своим игрокам Я думаю, что здесь немаловажно и то, что Билетинов, опытнейший турнирный боец плей-офф Он предвидит, что эта серия может далеко не кончиться тремя играми Вот этими абсолютным преимуществом той или иной команды И, конечно, разложить силы Здесь небольшое искусство И нужно определить возможности своей команды и действовать по плану Вот, смотрите, какая борьба Получился нечаянно проброс Каждую секунду борьба, борьба, борьба Настоящий плей-офф 17-я минута и через 5 секунд вернется налет Оштрафованный Олег Сапрыкин Агвар сконтролирует шайбу в чужой зоне До бросков пока не доходит Морозов! Морозов бросает шайбу, ходит чуть выше верхнего угла ворот Косутина Из этой позиции Морозов не раз забивал Отсюда следует или бросок, если позволяет Морозову приблизиться на 5-6 метров до ближней штанги Или же пас на ближнюю штангу И там партнер уже или выезжает, или бросается жестко-жестко по всей площадке Смотрите, то есть не прощается ни одна пауза Как только игрок чуть-чуть притормаживает, сразу же рядом появляется соперник и бьет, бьет Это, естественно, по правилам Казионов на выбрасывании, Казионов, Архипов Ну, по-моему, нет изменений, да И Александр Степанов Защитники Емелин и Медведев В полном составе третья по порядку выхода на лед Пятерка Казанского Акбарса 3,5 минуты, чуточку меньше 3,24 до завершения периода У ЦСКА на льду Первое звено Вот мы сейчас наблюдаем опять пример того, как первое звено одной команды играет против не первого у другой Докатились до чужой зоны Симаков, ну, вряд ли такая передача и могла пройти Хотя и Счастливый Сапрыкин двигались к пятачку, но там же двигались и соперники Бросок, где шайба? Она возвращается к Симакову А это не бросок, это пас был на Счастливого В итоге получает шайбу Счастливый наброс на пятачок Кому? Ну, повезло армейцам, что сохранили шайбу Сапрыкин Сапрыкин, который совсем немного сделал сегодня для своей команды Он бьется на пятачке Один с двумя, с тремя Постоянно пытаясь подправить шайбу И не ждал передачи Счастливый Выбрасывает шайбу из своей зоны Казанцы Вбрасывание будет на синей линии 17-19 на табло И забилует удалениями второй период Мы минимум видели игры в равных составах Судья отыгрывается за первый период, если можно так сказать Первый период практически прошел без удаления, за малым исключением Но второй беспрерывно, беспрерывно И думается, что арбитр уже тоже нагрелся Тут недавно показали крупный план Вот сейчас он опять с игроками выясняет свои взаимоотношения Тяжело, тяжело Арбитру матч может сорваться Просто сорваться в траку Но, по крайней мере, еще до этого момента не доходит Вот опять Но на то у арбитра и полномочия Да На полневые свисток есть, чтобы определять Еще один подъезжает, опять Корнеев что-то выясняет Ну, наверное, можно быть арбитр порешительнее Последние две смены По-моему, была пара эпизодов, по поводу которых Сейчас как раз и хотят пообщаться И армейцы, и казанцы Две минуты и 41 секунды до сирены об окончании второго периода У ЦСКА Скугарев, Шишканов Широков потихоньку назад Удаление будет сейчас у казанского отбарца В четвером были казанцы И сейчас что? Останутся втроем Ну, даже может быть 26-й, это Архипов удаленный Минута 54, да? 6 секунд разницы Итого, без малого, две минуты Игра в большинстве в пятером против троих Вот видим повтор этого эпизода А вот видим героев Героев этого эпизода Одного, вернее, из героев этого эпизода Ну что же, вот сейчас соперник предоставляет шанс Это шанс, который может больше и не появиться в этом матче Дальше Совершенно необязательно, что гости Еще раз умудрятся так удалиться Чтобы ты играл в пятером против троих Две минуты Я думаю, что мог бы сейчас Быков и рискнуть Взять 30-секундный перерыв Ему чрезвычайно важен один гол И эта ситуация, мне кажется, поддается планированию 5 на 3 Широков, Сопрыкин на пятачке Не стал Широков играть на нападающего В центр Вот сейчас пас на Сопрыкина Неудобный Полок Бросок Полока Нет, это замах Следует передача назад за ворота Широков Куляш Возвращает шайбу Широкову Тот снова с Кулешом Время бежит, но его еще очень много Куляш не на своем месте Его неудобно бросать Вот они меняются Ложится Козелок Продолжает контролировать шайбу Наброс И Широков не попадает по шайбе Полок забирает шайбу Возвращается к синей линии Минуты 10 до возвращения Бросок Эш вступает в игру Возбирает шайбу счастливый Широков Непрерывное давление Но только дальние броски Куляш Куляш Рядом Ширкало Чиркало по сетке Еще попытка Наверное на Кулеша Все-таки перевод Нет-нет Полок решил сам бросать Куляш подбирает Еще раз Полок бросок У Полок и бросок Ничем не хуже Чем у Кулеша Так что Логично Не поднята рука арбитра Еще одно удаление Сейчас могло бы последовать 44 секунды Еще против троих Играют армейцы Куляш Бросок перекладено Добивание Шайба взлетела в воздух Эш сидит Полок По пустым воротам Что творится Отбился Отбился Акбар Здесь стремительно Тройка Пытается смениться Армейцы не дают Толком им Построить оборону Но успевает Успевает Акбар Здесь Степанов Первышин И Никулин Успели смениться Тем не менее Армейцы в зоне атаки Получает шайбу Обратно Сапрыкин Нет, это не Сапрыкин Это Шейпер Он на пятачке Пытался сыграть На добивании Через 50 секунд Закончится второй перил Через 10 секунд Будут играть в четвером Казанца Через 17 уже в пятером Вот по этому моменту Когда Ну вот этот момент Мы видим А момент Когда после броска Защитника Шайба ударилась Вот здесь Где-то Это штанга А был момент Когда она прошла Коснулась сетки ворот Сейчас арбитр По требованию ЦСКА Игроков ЦСКА Идет Просматривать этот эпизод Когда касание Было с внешней стороны Ворот Пока у нас Такая пауза Я бы наверное Знаете что отметил Вот посмотрите Концовка первого периода ЦСКА проигрывает 0-2 Играет 4 минуты В большинстве И не забрасывает Концовка второго периода ЦСКА проигрывает В игру Но не воспользовался Ситуацией Да Что-то не идет Не идет Сегодня у ЦСКА В атаке Сейчас правда Героем всех этих эпизодов Был не только Эш Но и тройка 10 и 17 Секунд Соответственно До окончания Времени Штрафа у казанцев Вот он Повтор эпизода Роберт Эш Мне кажется В составе Обеих команд Вне конкуренции Сегодня Дабл Дубль Даня Сазарипова Здорово сыгравшего Да Отлично Смотрел Второе звено Казанского Акбарса Да Эпизодами Нападающий ЦСКА Выглядит отменно Да Молодцом Иван Косутин Молодой Ну вот Посмотрите Собственно Здесь Хоккеистам ЦСКА Мне кажется Рассчитывать На удачу Фортуны В виде решения Арбитра Не стоит Да Это Здесь Мне кажется Не очень Серьезно Но ЦСКА В этой Тяжелейшей Для тебя Ситуации Все-таки Пытается Может быть Выудить Что-то Выудить Из этой Но тем не менее Еще ведь Выудить И паузу И если бы Это было Не за 10 секунд Это безусловно Да Но если бы Это было Не за 10 секунд До возвращения А за минуту 10 Так чтобы Перевели дух Хоккеисты Первый Пятерка ЦСКА Был бы Конечно Другой разговор А так Вбрасывание По всей видимости В зоне Акбарса Да У нас должно быть И остается 10 секунд Игрок Пятерра против В троих То есть Время Конечно Но А было Там минуты 56 Почти Две минуты Было В распоряжении Армейцев Но Такой Жаркой Ситуацией Как была На пятачке У ворот Эша До этого Мы не видели Вообще Наверное И из того Что не было Заброшено Это конечно Было Просто-напросто Ближе всего Вот сейчас Два гола Дани Сазарипова Вы видите И первый При участии Партнеров А второй Без партнеров Потому как Там еще Подсобил Коньков Игрок ЦСКА Так что Ассистентов Хотя их показывали нам Но вряд ли мы В итоговом протоколе Даже может не сегодня У нас очень любят Вносить изменения В протоколы Так недели через две Вот я думаю Что в итоге Точно не будет Ассистентов У шайбы Зарипова Потому что Шайба попала В ворота После Конька Хоккеиста ЦСКА Ну логично И предсказуемо Разводит руки В стороны Андрей Бирюков Но просто потому Что шайба Не была в воротах 50 секунд В таком случае Да Инициатива ЦСКА Которую они проявили За потребовав просмотра Думается Что она сыграла Против Против армейцев Несмотря на то Что еще 10 секунд Они имеют Огромное Численное преимущество Многое зависит От этого выбрасывания Сумеет ли его выиграть Скугарев Скугарев Затяжная борьба За шайбу Степанов Его держат за клюшку Подбирает шайбу Гончаров Бросок Эш Раз выручает Второй Роберт Эш Вот собственно Разница сегодня Выходит четвертый игрок И еще через 3 секунды Вернется и пятый У Акварса Играть полминуты Концовка второго периода Как и первого За армейцами Но это никак Не сказывается На счете матча Скугарев Борется за шайбу Отыгрывает ее назад Гончаров Есть еще 20 секунд У ЦСКА Для того чтобы Собросить хотя бы одну шайбу Для того чтобы Не минус 3 было Перед заключительным периодом Основного времени Шефера Зажал Архипов у борта Отбирает у него шайбу Пришел Суглобов на помощь Передача на Скугарева Последние секунды И вновь шайба Ложится на ворота Роберта Эша С внешней стороны 5 секунд играть Вбрасывание в средней зоне Ну думается что Период закончен Фактически Всего лишь 5 секунд И выправа В средней зоне Вбрасывание Александр Думается что Акварс Выдержал Выдержал И 0-3 Перед третьим Заключительным периодом Хотя не снимает Вопрос Что победители Но многое определяет В итоговом результате Все-таки Армейцам был нужен Хотя бы один гол Что важно для армейцев В третьем периоде Удачное начало А сейчас конец второго В итоге Звучит сирена Возвещающая о том Что еще одна шайба Побывала в воротах ЦСКА Итого Армейцы проигрывают На своем льду После 40 минут игры 0-3 Минута и 56 секунд Потребовались Казанскому Акбарсу Для того Чтобы забросить Свою шайбу И во втором периоде В первом Дубль Дани Сазарипова Во втором Шайба В большинстве В исполнении Юки Хентонина 3-0 Казанцева Игрывает Но думается Борьба еще не закончена И в третьем периоде Особенно важным Станет Начало Периода Ну а я напомню вам Что как и в прошлом Перерыве У вас будет возможность Через несколько минут Увидеть фрагменты Других матчей Четверть финала Так что ни в коем случае Не уходите далеко От ваших Телевизионных приемников Ну что же Уважаемые любители хоккея А теперь у нас есть возможность Посмотреть за тем Как развивались события В матче между Магнитогорским Металлургом И московским Динамо Первый матч серии Проходил в Магнитогорске На арене Металлурга Вы видите Как эта встреча Началась А началась она Как под копирку Как и все Сегодняшние матчи Начались С очень быстрых голов В данном случае Голов хозяев Обе шайбы Были заброшены С очень небольшим интервалом Первую шайбу Забросил Сергей Севастьянов С передачи Юрия Бабенко Здесь отметим Не очень согласованные Действия Игроков обороны Ну а затем После этого С очень небольшим интервалом Вторую шайбу Забросил в большинстве Янмарок Вы же уже видите Как динамовцы Отыгрывались Отыгрывались они Имея достаточно Серьезное превосходство По ходу Окончания первого И второго Периода Сначала Алексей Бадюков Забросил шайбу Вы видели Как он это сделал На подборе Ну а затем Великолепная комбинация Завершил с броском Алексея Трощинского С близкого расстояния И в этот момент Показалось Что динамовцы Сравняв счет Сумеют додавить Своего соперника Дожать Если где-то Может быть даже Получит психологическое преимущество Но еще один Великолепный Розыгрыш лишнего Как по нотам На этот раз Уже Марок Пасовал Алексей Когородов Эту комбинацию завершал В итоге Счет стал 3-2 В пользу Магнитогорского Металлурга И вот тут уже Напротив Показалось Что динамовцы Не сумеют отыграться Они почти не отыгрались Но на последних секундах Великолепно Сыграла вся шестерка Игроков Динамо Было выиграно Вбрасывание И оказавшееся На синей линии Неприкрытым Естественно Лишний игрок Марк Джордана Канадец Сумел Сел на колени Но абсолютно не видел Полета шайбы 3-3 И теперь серия буллитов На которой в ворота Магнитки вновь Становится второй голкипер Илья Проскуряков Здесь шайба заброшена Не была Это Яков Ио В данной ситуации был Ну а что касается Магнитки То вот они-то как раз Обе свои попытки Использовали Сначала отличился Ян Марок Очень красиво Посадив на колени Еремеева И забросив шайбу Счет стал таким образом 1-0 Ну а затем После того как Федор Федоров Не сумел реализовать Свой булит Роскошное исполнение Согласитесь Марок вообще стал героем Этой встречи Ну и вот После того как Федоров Промахнулся Марок и стал автором Первой заброшенной шайбы Затем промахнулся Федоров И уже второй гол В ворота Динамо Забросил Мирнов Таким образом Магнитка победила В этом очень красивом матче Со счетом 4-3 По булитам И повела в серии Со счетом 1-0 Но можно быть почти Наверняка уверенным Что и вторая встреча Будет очень упорной И абсолютно равной В первом матче Металлург Ничуть не превосходил Своего соперника И выиграл Ну скорее наверное За счет удачи Без которой Больших побед Ни в одном спорте В том числе И хоккея Не бывает 1-0 Повел в серии Магнитогорский Металлург И второй матч Так же как и все остальные Четверфиналы Магнитогорского Металлург Металлург Магнитогорского Металлург Это начало третьего периода Первые пять Шесть Может быть Семь минут Наверное Это проблематично Проблематично Потому что армейцам Надо все-таки Компенсировать Определенную Неравнозначность Составов команд И это можно сделать Только путем Взвинчивания Темпа Только Путем увеличения Арбитра Но что касается Удачного Начала Третьего периода Здесь Мягко говоря Это не выйдет Но примета Которая Иногда срабатывает Если даже после свистка Отправить шайбу В ворота Она может быть Там и побывает Но примета Примета Естественно шайба Не защитана Почему были пустые Ворота Акбарца Потому что был Отложенный штраф У ЦСКА Вместо Агрессивного Начала Третьего периода И игры У чужих ворот ЦСКА Будет две минуты Обороняться Сергей Розин Опять будет прижата К своим собственным воротам У вас нет дежавю 26 секунда Второго периода 25 секунда Третьего Разница в одну секунду Наверное Что-то Это связывает Эти эпизоды Между собой Потому что Армейцы явно Не в своей тарелке Сегодня я давно Не видел Такой Невыразительной Игры В общем в атаке Хотя Много усилий Много движения Хватает борьбы Но тем не менее Этого явно Мало Для того Чтобы Сломать Ход встречи Переломить Ход встречи В свою пользу Акбарс Была шайба Но вот сейчас Та же самая Картина Первая пятерка Акбарса Отработала Свою смену Уступила место Второму звену И те добрались До чужой зоны Без проблем Ну Видимо Белядинов Это предвидел Не зря было Столько перестановок В ходе гладкого Чемпионата По звеньям Не зря Звеновев путешествовал Во второе и третье звено Не зря Архипов То же самое Там Перемещался По составу Наверное Это Шла подготовка Подготовка Вот к таким боям Которые мы Наблюдаем сегодня Куляш Выбрасывает шайбу По борту Но не выбрасывает Ее из своей зоны Закрывает зону Защитники Акбарса Первышен Заряжает от синей линии Чаянок Первым на подборе И упускает В итоге Чаянок Шайбу в среднюю зону 20 секунд Еще есть у казанцев Для которых Безусловно Хорошо поиграть В большинстве Но главное Что им удается Успешно начать Третий период Тот самый Момент О котором мы говорили Что для ЦСКА Жизненно важно было В первые минуты Третьего периода Опозначить свое преимущество Постараться забросить Как можно быстрее Одну шайбу И только тогда Сохранились бы Шансы Получить реальные Возможности Отыграться В противном случае Начинать это делать С восьмой Девятой минуты Третьего периода Против Акбарса Зенитолы Белелединова Это почти безнадежно Ну а пока Армейцам остается 12 секунд Меньшинства Косутин на удивление Выглядит спокойным Я не хочу сгладить Во всяком случае Нервозности Пока не чувствуется Может быть Может быть Это и Поможет ЦСКА Ну выбрасывание Очередное выбрасывание Последние секунды У Акбарса Для того чтобы что-то Улучшить В своей Очень прочной позиции Емелин набрасывает Шайбу на пяточок Очередной бросок Поворотом Косутина Третий в направлении Ворот за эти Две минуты игры В неравных составах Медведев подбирает шайбу Играет с Казеоновым И передача Казеонова Не проходит на пяточок Попадая в коньки Корнееву Отыграли в меньшинстве Две минуты армейцы Вы сказали Что это может помочь ЦСКА Говоря о хорошей игре Ивана Косутина Я согласен Но в первую очередь Игре ЦСКА Должна помочь А сыгработать Да Атака которая Все-таки Должна немножко Хотя бы немножко Дать надежду Одна хотя бы Забитая шайба Одна Которая может поднять Подуть Ветер может В паруса ЦСКА И помочь им Подтянуться Подтянуться К грозному сопернику Который очень аккуратно Строит сейчас оборону И барьер синей линии С трудом Преодолевает ЦСКА Вот очередная ошибка Паршин с Широковым Делили шайбу У левого борта В чужой зоне Казанцы могли бы Шайбу вывести У них это не получилось Снова получается Это не лучшим образом В итоге сейчас ЦСКА контролирует шайбу В средней зоне Но по своей же Инициативе Ее теряет Шафигулин здесь упал Правда Оглянулся на судью Но конечно Там ничего серьезного не было О вот это звено Гренадеров Казанский Гренадеров Меняется И появляется первая пятерка Первая пятерка На льду и у ЦСКА Сейчас вот оно Нечастое свидание По второму периоду Двух ведущих троек И пара защитников Двух команд Морозов на Зарипова В последний момент Успевает перехватить Шайбу Корнеев И положение вне игры У Казанского Акбарса 3.45 Позади в третьем периоде 0.3 По-прежнему хозяева льда Поступают Казанскому Акбарсу Немножко мне кажется Раздражен сегодня Зарипов Что-то не В своей Немножечко Спокойной манере Действует Ничего Так все равно Неплохо получилось Обычно он очень сдержан Даже иногда ироничен В своем поведении А сегодня видимо Ставка слишком высока И явно видна Небольшая нервозность Много он так спорит Много недовольства Но тем не менее Все-таки Он Он все-таки Помог команде Да в первую очередь 3 минуты и 54 секунды Отыграли команды В третьем периоде Вбрасывание у ворот Роберта Эшет 2 минуты игры в меньшинстве Со старта третьего периода Фактически Полминуты Не отыграли команды Когда заработали Удаление армейца Не лучшая возможность Для того Как начать Третий период Но В принципе Если говорить Своими именами Называть вещи То еще Несколько минут Есть у ЦСКА Сейчас Когда Третий период Не перешел В свою заключительную стадию Когда Акбарс Уже начнет действовать В первую очередь По уму Спокойно Отыгрывая шайбу Спокойно Выдерживая В первую очередь Натис соперника И сосредотачиваясь на обороне Этих минут У ЦСКА Не так много До того момента Пока Сверхграмотная Сверхумная Сосредоточенная На том Чтобы Умеючи играть С соперником Команды Зениту Либели Умеется Сейчас Звено Суглобова Суглобов Каблуков Игон Мощная атака Я еще раз Вернусь Первая Мощная атака В третьем периоде Я вернусь Свою мысль О том Что молчит Стадион Молчит Стадион Акбарс Сумел Повести дело Так Что стадион По существу Перестал быть Участником Встречи А во многих встречах Именно стадион Именно зрители Решали Здесь многое И вот сегодня С проективности Ради Можно вспомнить Что по ходу Самую большую часть Трибун Которая заполнена Любителями хоккея Из Акбарса Ну или из Казани Так или иначе Татарстана Тем не менее Вся остальная Огромная масса Молчит И с недоумением По-прежнему Наблюдает за происходящими И ждет Хотя бы малейшего успеха Своей команды Пауза Перед выбрасыванием У ворот Роберта Эшева ЦСКА Широков Паршин Горбунов Защитники Куляш и Мишарин 4.42 В третьем периоде Сыграли команды И в распоряжении ЦСКА На спасение Все что осталось До конца третьего периода Но Бирюкову явно Нелегко дается матч Мы видели лицо арбитра Чрезвычайно напряженное Тем не менее Ему еще осталось Достаточно времени Для того Чтобы достойно Завершить Эту очень напряженную Первую встречу Пятиматчевой Серии Акбар ЦСКА Мишарин Ну насчет пятиматчевой Может быть Это бы так вперед заглядывали По регламенту По регламенту Теоретически максимум Пять матчей Не факт Сколько это будет И вот Услышали вас Наверное Трибуны Поют ЦСКА ЦСКА Ну а армейцы Добрались до чужой зоны Вторая смена В которой удается Провести атаку И завершить ее Броском Правда пока что Без бросков Створ в этой смене Горбунов Борется за шайбу Рядом Недавний Именинник Сергей Широков Передача Напаршина В центр Там контролировали его Сразу два хоккеиста Акбарца Как следствие Возможность выбраться И пойти в контратаку Кирилл Петров Продолжается атака Алексеев Блестящая комбинация Издевательски легко И изящно Это делают казанцы Блестящие Это звенос Кирилл Петров Алексеев И с ним Партнеры То что было сделано Сейчас Это удел Больших мастеров И то что Это продемонстрировали Совсем молодые ребята Во многом Дебютанты Такого Такого Уровня Соревнований Смотрите Прекрасная Разыгранная комбинация Наверняка Сейчас будет повтор Сколько Смотрите Радость Она доставила Исполнителям Первое набраное очко Первая заброшенная шайба В плей-офф У защитника Вячеслава Буравчикова Вот повтор И кстати Всего вторая шайба В сезоне У него была одна шайба В чемпионате Теперь есть и в плей-офф Ну и конечно Здесь стоит отметить И саму комбинацию Буравчиков Получает шайбу И отметим его Ассистентов И Кирилла Петрова И Никиту Алексеева Для них Соответственно Это Для Алексеева Второе набраное Очко для Петрова Тоже У Петрова была Заброшенная шайба У Алексеева Результативная передача Ну что 4-0 Возле Казанского Акбарса Акбарс Сделал почти все Чтобы повестись В серии После первой встречи Но еще Еще 14 минут 14 минут И не говори Гоп Пока не перепрыгнешь Все таки Это ЦСКА Но с другой стороны Знаете Я бы сказал Александр Станчевич Акбарс Сделал все Вы сказали Для того чтобы Выиграть эту встречу И если он ее не выиграет То это только Если сам Акбарс Себе же По собственной институте 4-0 В третьем периоде У такой команды Как Казанский Акбарс Упустить преимущество Просто так Невозможно Если казанцы Сами начнут ошибаться Удаляться И предоставлять шансы Ну да То есть целое стечение Обстоятельств Должно найти место В оставшиеся Вот 14 Меньше 14 минут До конца Третьего периода Но это просто Знаете Это вряд ли возможно Так если говорить Откровенно Тем не менее Мы наблюдаем За последними попытками ЦСКА Изменить ход борьбы Вот очередное Вбрасывание У ворот Эша Непробиваемого Сегодня Эша 1.87 В среднем шайб За игру По сезону В целом У Роберта Эша Меньше двух шайб Если говорить О последних матчах У него чуть хуже 2.33 Но Можно вспомнить Что ХК МВД Успешно Забрасывал шайбы В ворота Акбарса Может быть более успешно Чем ожидали многие И тем не менее Сегодня Роберт Эш Если он отыграет на ноль Это будет справедливо С точки зрения того Сколько он вытащил И насколько уверенно Он выглядел Такая уверенная игра Голкипера Вселяет уверенность Его партнеров 6.33 И отыграли команды В третьем периоде У ЦСКА на льду Артюхин Скугарев Шишканов Степанов Устремляется вперед Попытка подключить Партнера Неудачно Но шайба Не потеряна Казионов Бросок с хода Архипова Но не получается Не получается Ни силы Ни точности Не хватает Степанов Казионов Архипов Звено на льду У Хаданского Акбарца Шишканов Стремится к шайбе Емелин Его встречает Будет удаление Жестко встретил Емелин И перестарался Похоже Действительно Еще одно удаление Хотели бы Наверное Получить Болельщики на трибунах Возмутившиеся Но Емелин В любом случае Получит Две минуты штрафа За эпизод Когда он отправил Подняв Наверное Локоть И вот Наверное Сейчас Смотрите момент Это второй момент Первый момент Это был у борта Как раз За который И будет удален Емелин Потому что Поднята рука Арбитра Была в тот момент Когда Емелин Работал с Шишкановым У борта В своей зоне Немножечко Запаздывает Нападающий Да Повтор Повтор уже Последующего момента В котором тоже Кстати Емелин был Не без греха Но здесь Вот он момент Толчок на борт Может быть так Расценено это Действие Емелина Ну Так или иначе Акбар В меньшинстве И ЦСКА получает Еще один микро шанс Еще один микро шанс Менять Поменять ситуацию Невозможно выиграть Если ты не забрасываешь Конечно Возможность Возможность забросить В большинстве В принципе Для любой Высококлассной команды Это самая реальная возможность Сегодня у армейцев Были 4 минуты В концовке первого периода 2 минуты Игры в пятером Против троих В концовке второго Можно вспомнить Что в начале второго периода Как раз армейцы Удалялись И именно в это время Казанцы забросили Свою третью шайбу Можно вспомнить Что сейчас у ЦСКА Возможность поиграть В большинстве Если не сейчас То уже когда Ну я не помню Даже Может в гладком чемпионате Случай Чтобы армейцы Вот так вот Под ноль Под ноль По существу Без единой Забитой шайбы Ушли со льда Было ли это Я не могу Определенно Этого сейчас Сказать Тем не менее Это удивительно Удивительно Армейская ОСАГа Сегодня осталась Без зубов Я могу вам сказать Такого не было Ну это тогда нонсенс Армейцы заканчивали С нулем В графе Пропущенные шайбы И не раз Но такого Чтобы на своем льду Ни разу не забросить Не было ни разу Один раз Было сухое поражение В Магнитогорске 0-2 40 секунд Еще есть у армейцев На игру В большинстве И 11 с половиной минут До конца третьего периода Гуля Шайба к нему Отскакивает Бросок приходится В ногу Сергея Зиновьева Выкатывается Из зоны Морозов Морозов и Зиновьев Два нападающих По-прежнему Александр Вы видите Белядинов Держит на льду Зиновьев с Морозовым Подставляя их Под удар армейской атаки По-прежнему Белядинов Он понимает Что 4-0 Это еще не гарантия Сейчас ближайшие 3-4 минуты Вот то время Когда действительно Казанцам Надо продержаться Ни в коем случае Не пропустив И сейчас В большинстве И затем в равных составах Мишарин Играет Широковым Замах Широков уходит вправо Бросок В ближний угол Роберт Рука как магнит Левая рука Которую он вытянул Сейчас Которую очень хорошо Было видно Она Закрыла все Основной голкипер Сборной США На протяжении Нескольких лет Основной голкипер Двух НХЛ-овских клубов И Вот сейчас Безоговорочно Основной голкипер Казанского Акбарца Несмотря на то Что есть и Мико Норанин Который уехал в Европу Только потому Что не хотел быть Вторым НХЛ Немало 37 бросков Очень немало Немало Все-таки 37 Это хорошая нагрузка Для вратаря И в матче такого уровня Такой упорной обороны Такой упорной защиты ворот Конечно 37 бросков Это достаточно В полном составе Обе команды Степанов попытался Что-то придумать В одиночку не вышло И убегают армейцы Уже сейчас Симаков Ждал передачи Не дождался Корнеев Сопрыкин Не поспевает К шайбе Корнеев и Розин Сопрыкин Но сейчас уже В полном составе Да, уже сейчас Успели появиться Все хоккеисты Первой пятерки У ЦСКА И Симаков И Счастливый Сопрыкин И первая пара Защитников Розина Корнеев Длинная передача На Кирилла Петрова Не получается Шайба прилетает К Ивану Кацутину Он останавливает ее Отправляет своим партнерам Десятая минута Заканчивается Да, третьего периода И По-прежнему Беззубые Атаки армейцев И если им В отдельных эпизодах Хватает Времени Для того Чтобы нанести бросок Там Как стена Стоит Эш Но по большому счету Давайте опять Все-таки разделять Это наверное Будет справедливо Игра в большинстве Игра в равных составах Игра в равных составах ЦСКА В третьем периоде Один момент Который создал Одну отличную атаку Не момент А атака в целом Смена тройки Суглобов Каблуков Кон Все остальное Что было Было при игре в большинстве И даже в большой При большом преимуществе В игре в большинстве Все-таки Против троих Играли армейцы И очень большой отрезок По общему И течение встречи Так вот сейчас Оглядываясь назад Все-таки У ЦСКА было Достаточно времени И достаточно эпизодов Для того Чтобы все-таки Решить Что-то решить В атаке Но ничего не удается Это удивительно Сегодня удивительно Связано ли это С потерей Япончинцева Связано ли это Но в любом случае Это связано С потерей Япончинцева Связано ли это Вот с этой вот Постоянной подстройкой Под соперников В накладке звеньев Не знаю Наверное и это Имело место Но тем не менее Армейцы сегодня Неузнаваемы В атаке И великолепенное Безусловно Шефер не стал бросать Смена идет по ходу У армейцев Хотя 4 игрока По-прежнему в чужой зоне Но один уже Самый уставший Поменялся Вышел на лед Каблуков Как предвестник Появление суглобового икона Битва Настоящая сейчас С применением Собственного тела Весьма и весьма Впечатляющих габаритов У Евгения Артюхина Наверное Прямо скажем Когда Артюхин играет в корпус Остальным становится страшно Остальным делать нечего Надо искать другое место Лучше не оказываться В этой точке Без всяких вопросов Вот Борис Шагас Известнейший Известнейший Личность нашего хоккея Много лет работал В хоккейной команде ЦСКА С Виктором Тихоновым И многие Очень многие Хоккеисты С юных лет Попали в ЦСКА Именно с его подачи Надо объяснить Самый известный Селекционер Отечественного хоккея Да Наверное И советского И российского Так наверное Можно сказать 12-я минута Третьего периода По прежнему Ноль в графе Заброшенной шайбы Вот главное Что отличает Две команды Одна забросила Другая нет Вторая шайба В этом матче Побывала в воротах Ивана Касутина Только что Пятая в воротах ЦСКА Вторая в воротах Касутина Которого наверное Сейчас особого смысла Винить Смысла то не имеет Потому что передача Вратарь начал смещаться Бросок с хода Это звено Которого мы Немножечко Забыли Звено Состоящее Сплошь Из мастеров Петров Чияна Хэнтунин Ну как забыли Вторая шайба Первая шайба Ну эпизодически мы их наблюдали Но сейчас Очень красивая комбинация Которая буквально Разорвала оборону ЦСКА Шайба забивается В пустые ворота Чиянок забросил Свою шайбу Вот давайте посмотрим Участвовали В качестве соавторов Оба его партнера По звену Здесь и Хэнтунин И Петров Получили баллы За результативность А Чиянок забросил Забросил свою вторую шайбу В плей-офф Пятое набранное очко Здесь наверное Можно подметить И что Хэнтунин И Петров И Чиянок Набрали очки В принципе Это звено Которое играет В нынешнем плей-офф Здесь можно сейчас забыть О чемпионате Потому что мы говорим О плей-офф И это звено Которое играет Эпизодами Хотя я бы сказал Почти все время Ничем не хуже Первого звена Акбарса Две равноценных Первых тройки И это мечта Наверное В плей-офф Любого тренера Да Ну я думаю Что Акбарс Долго к этому готовился Наверное Пол сезона Чуть-чуть менее Они потратили на то Чтобы сбалансировать Состав Который во многом Был нарушен уходом Мы знаем Целая группа игроков В межсезонье И вот сейчас Акбарс Мне кажется Выглядит Наилучшим образом Денис Архипов Зарабатывает Две минуты штрафа Предоставляя Возможность Армейцам Все-таки Забросить Восемь минут И десять секунд До завершения Третьего периода Широков Хорошая передача Там Горбунов Находился До броска Не дошло Снова Широков На позиции Защитника Защитник Мишарин На пятачке Денис Куляш Не стал бросать Широков Вместо броска Останавливает шайбу Подрабатывает себе Время бежит Куляш Бросок Эш Видел момент броска Среагировал Надо остановить Игру Шайба попала Шлем Голкиперу И снова Сплеск эмоций Мишарин Кто еще Горбунов И три игрока Акбарца Так или иначе Эш снимает маску Вот сейчас Осматривает ее Там Здесь подошел Арбитр Тоже Выясняет ситуацию Способен ли Эш Продолжить встречу Но маски такого Качества Они выдерживают Любой удар Вот мы видим Безусловно Но я видел момент Когда Эшу Причем именно На Эшу в его инхайловской карьере Шайба попала в маску Единственное Что может с ней произойти Большие расстояния Между прутьями И шайба может застрять Вот да Может войти туда Вот такое было в карьере А с точки зрения Удара Травмирования Как такового Там практически Ничего нет Тем не менее Армейцы продолжают Осаду в ворот Акбарца Эш Там Имеет перед собой Сопрыкин Который один стоит Попытается подправить Ничего не получается Розин Корнеев И первая тройка Атаки у армейцев на льду Немногое получается Сегодня у них в атаке Ну собственно А у кого получается Сегодня атака ЦСКА Главное оружие Армейцев не работает Ноль в графе Заброшенные шайбы За 50 Уже почти 3 минуты Передача назад на Корнеева Получается пасом на Зарипова И продолжают лидеры Акбарца Защищаться Защищаться Обратите внимание Вот меняется только Зиновьев Зарипов Зиновьев Сейчас Зарипов Да и сейчас Зарипов Был еще момент Зарипов Они вынесли Большую нагрузку Сегодня Сейчас просто В средней зоне Здесь стоят Стоят Неолейшие попытки Атаковать ЦСКА Высунуться Как говорится Ослабить оборону А вот синие линии Это барьер Хотя Артюхин Ее попытается пробить Вот он там Затаскивает шайбу В зону Акбарца На Полока Полок Очень сильно Бросок приходится в каньон Но в Зиновьева Нет на сей раз Это не Зиновьев Зиновьев Если бы опять было В Зиновьев Наверное Григория Панина Да Панина по-моему Ну а Зиновьев Тем временем Пытался убежать В контратаку Через 10 секунд В полном составе Вот казанцы За Рипов Передача Зиновьев Из ничего Буквально Создан был Этот голевой момент И только счастье Не позволило Зиновьеву Поразить Ворота Косутина Дали Бросок Похоже Что скользнула шайба По штанге Похоже Очень опасный эпизод Антон Белов Бросал Заканчивается 14 минута Третьего периода Заканчивается 14 минута Последнего периода Этого матча Если называть вещи Своими именами 0-5 Катастрофа или нет Самое интересное Это то Что будет завтра Вячеслав Быков На ваших экранах Какие выводы Он сделает Из сегодняшнего матча Можно говорить И мы обязательно Послушаем Да с вами Что скажет Вячеслав Быков На пресс-конференции Но можно говорить О неудачной игре Лоусона Можно Можно говорить О том Что отсутствует Япончинцев Но его не вернешь на лед Можно говорить О том Что атака не сработала Такое бывает Фантастически сыграл Эш Но что менять будет Наставник ЦСКА И что мы увидим В следующей игре Завтра Вот это наверное Ключевой вопрос Что изменит именно ЦСКА Акбар сыграл на пятерку И не один Роберт Эш А все хоккеисты Казанского Акбарца И опять же Пять шайб заброшено Четыре из них На счету первого И второго звена Да Во рту Зарипова мы увидим Это бинт Который блокирует Вот течение крови Вот рядом врач Наверняка что-то произошло При столкновении Вот мы видим кстати Это борьбу Зарипова Против двух Возможно да Вот здесь клюшки Пожалуй да Здесь что-то было Но бывает Бывает Хоккей Без этого не обходится Тем не менее Зарипов Сейчас в следующей смене Наверняка выйдет на лед Казеонов Шафигулин пытался Проломить Здесь Шефера пробить По левому борту Ничего не получилось Хотя Акпарс Многого и не просит У ЦСКА Отходит назад И оборона Прежде всего Сумеет ли Роберт Эш Первый раз В своей российской карьере Отстоять на ноль в плей-офф Наверное так Сейчас формулируется Главный вопрос Оставшихся пяти минут Да Наверное о большем здесь Сейчас говорить Уже не приходится Потому что вопрос О победителе решен А Петров Хороший пас Петров Выскакивал Опять Безупречно играет Олег Петров Вот в таких моментах Когда нужна помощь Партнера Именно точной Именно своевременной Именно самая опасная Для соперника Самая опасная Продолжение Это характерная Игра Олега Петрова И причем И партнер Это у него Очень даже подходящее Разноплановое звено Разноплановое И каждый из этих Мастеров Больших В любом случае К слову Каждый из этих Мастеров Котирующихся Очень даже Высоко В Северной Америке Поигравший там Каждый из них Очень удачно Вписался Именно друг к другу Вот мне кажется Что наличие Двух равноценных Первых звеньев У Казанского Акбарса Ключ к успеху В сегодняшнем матче Безусловно Среди прочих факторов Ну Армейцы В оставшееся время По-прежнему По-прежнему Стремятся вперед Но они слишком Далеки Не только от победы А от своей обычной Острой Быстрой игры К сожалению Только эпизоды Вот такого рода Индивидуальная игра Сбит здесь Широков Потому что Остался без партнеров Слишком Мощная оборона Не знаю Согласитесь ли со мной Но в принципе Если вспоминать По всему матчу Очень и очень Эпизодически У ЦСКА Получалась и работа На чужом пятачке То есть Такими эпизодами Мы все-таки привыкли Что армейцы С размашистой их атакой Пытаются бросать С убойной дистанции Вывести туда кого-то Не получается Сегодня Всегда был хорош На чужом пятачке Олег Сопрыкин Сегодня мы К сожалению О нем Вспомнили Пару раз Наверное И то По моему Эпизоды с удалениями Но он боролся На пятачке Он боролся Не сумел Заботить Но эпизодами Согласен Эпизоды Эпизоды Постоянной игры Которые мы привыкли Со стороны Олега Сопрыкина Мы не увидели Розин набрасывает Ну для Еши Это семечки Такие броски Бросков-то Четыре десятка С одной стороны Но к чему я завел Этот разговор К тому что Их слишком мало было С убойной дистанции Ну и вот они Вспыкнувшие страсти Грозят разрядиться По полной Но не получится Потому что Упал Налет Кто это По-моему Сопрыкин и был И поэтому Судьи и пытаются Отчаянно вмешаться В выяснение отношений Между Сопрыкиным По-моему И Яковом Селезневым Но к сожалению Да К сожалению Встреча не избежала Такого рода Конфликта Он очень Неприглядно Выглядит на льду Но Вот как раз Одним из героев Этого эпизода Стал Олег Сопрыкин К сожалению К сожалению Игроки слишком Звинчены Одни неудачи И другие Успешным Выступлением Поэтому Это В ходе Встречи Конечно Если это единственный Эпизод То слава богу Если вспоминать Десятилетиями Ну понятное дело Остается играть Четыре минуты Сопрыкин уже Отправляется С десятиминутным штрафом Как и Селезнев Вот слояси Вот с чего Все начиналось Если вспоминать В чем футболисты Всегда завидовали хоккеистам В том что Можно выяснить Отношения на льду Это раз Но и два По большому счету Все таки Это не то Что было в матче Акбар Страктор Когда Безусловно Безусловно И выяснение отношений Один на один Это то что и делает Эту игру мужской Мне вспоминаются слова Которые произнес Не российский хоккеист И не в российской лиге Когда ему сказали Вот Руководитель национальной хоккейной лиги Очень долго Несколько лет Пытался Бороться с драками Потом все таки Выяснилось что Но не получится Окончательно Вы смотрите Фрагменты этого боя Так вот тогда Джейли Миренник Произнес фразу Вам не нравится силовая борьба Вы недовольны драками в хоккейте Что же вы не смотрите Бадминтон Отличный Говорит вид спорта Которым нет драк Хороший вид спорта хоккей Хороший Хороший вид спорта бадминтон В одном есть драки В другом нет Каждый выбирает для себя Ну так или иначе Вот сейчас арбитр Все таки Разобрался здесь И с удаленными И с местом выбрасывания Но казанцы Никак не определяют Кто же должен выходить на лед Наверное Белядинов выбирает Сейчас наиболее спокойных ребят Которые все таки Удержат ситуацию Под контролем И не позволят смять Концовку Этого поединка Еще в подобном случае Я бы сказал что Если он выбирал для этого То выбор относительно удачен На льду Шишканов И на льду Емелин Емелин Который приложил Шишканову Аборт Что Шишканов не забыл И на льду Артюхин Поэтому сейчас потенциально Тоже взрывоопасная ситуация Ну посмотрим Как она будет развиваться Архипов просто Пробрасывает Степанов Здесь самый агрессивный Из этого звена Архипов Защитнику Бросок Медведева Косутин отбивает Пустые ворота И казанский Акбарс Добивается ИСКА Денис Архипов Забрасывает свою шайбу Ну что Все звенья Казанского Акбарса Забросили сегодня Как минимум по одной шайбе Стоит команда Казанского Акбарса Поздравляю своих Товарищей Определивших К 17 минуте Третьего периода Счет Вот дальний бросок Косутин отбивает Но Здесь уже ничего больше Ему позволено не было Я вспоминаю ваши слова В начале периода О том что игра Косутину Может быть чем-то и поможет Мне кажется К молодому Ване Косутину Здесь какие претензии Никаких претензий Он что мог вытащил Но если ты забрасываешь Ноль шайб На своем льду То ты не можешь рассчитывать Косутин Лоусон Да даже Кто угодно Стоит в твоих воротах Если ты не забросил Ни одной шайбы То здесь в общем Грек пеняет Голкипера По итогам матча Да все что пропущено Косутином Это называется Расстрел По большому счету Ну хоккейный расстрел И здесь уже Ничего противопоставить Невозможно Хотя армейцы Опять в очередной раз Залезли в зону Акбаса И очередное удаление На 17-й минуте В конце 17-й минуте Третьего периода Сброшенные перчатки Опять попытка Сцепиться Но мне кажется Арбитр все-таки Удержит ситуацию Сейчас Удержит Он просто Опязан удержать ее Я бы знаете Наверное Сказал еще Что если бы это был матч Которым серия Могла бы завершиться То я не исключаю Что страсти бы кипели Но исходя из того Что игра прямо завтра Игра здесь И еще могут быть Дисциплинарные последствия Хоккеистам Я думаю Что сейчас И Быков И Белелединов Все-таки пытаются Внушить Что необходимо Не выходить за рамки Потому что Иначе может последовать Дисквалификация Не просто дисквалификация Это спортивная сторона дела Могут быть наказания Со стороны собственного клуба Со стороны собственного руководства Я думаю Что они обговорены Но главное Что просто команда Да У ЦСКА После потери Япончинцева Фактически нет В запасе равноценных игроков У Акбарса есть Но тоже не совсем Равноценные замены И есть тот же Архипов Играющий на травмах Поэтому Потерять кого-то из лидеров Будет очень и очень неприятно В большинстве Сейчас будет казанский Акбарс Который И не стремится Атаковать в своей зоне Находится Тем не менее Шайбу умудряется потерять Очередное падение И еще одно удаление Будет у ЦСКА По-моему Да и поэтому Хочешь не хочешь Сейчас придется Идти вперед Акбарс Если в пятером Против строить Да Падение Морозова Выравнивает составы Нет Почему выравнивает Падение Морозова Да Вот оно Смотрите какое Но падал он хорошо Падал хорошо Совсем немного осталось До конца встречи 17.08 Показывает табло Ну что Теперь остается Здесь Кулешу Мишарину И Горбанову Да Что им остается делать Вместе со своим Воротарем Ну что остается делать Первой пятерке Казанского Акбарса То есть оказавшись Пятером против четверых Казанцы пытались Просто доигрывать Но сейчас Пятером против троих Это уже не поймут И их болельщики Я думаю Ну мне кажется Самое главное для них Сейчас избежать травм Травма Потому что лишний гол Ничего не решит Кроме Какого-то Очередного Самоудовлетворения А вот Травма Которая получена В конце уже выигранного Матча Это конечно Будет Не совсем То что Ждут И игроки И тренеры Жеру бросает Отбивает шайбу Касутин Подбор Снова за Акбарсом Зарифов Не глядя Он мог бы бросить Ближний угол Но он решил сделать Передачу на пятачок И продолжает Наигрывать большинство Знаете Я вот здесь бы Лишний раз Отметил Зениту Убилилидинова Почему удаление Очередное Да Это Куляш Устремился вперед Добился столкновения И добился нарушения Правил Со стороны соперника Я знаете На что Александр Харсинович Хочу обратить внимание Совершенно очевидно Что 6-0 Выигрывает Акбарс Первое звено Дублем Зарифова отметилось Но при игре В большинстве Совершенно очевидные проблемы С входом в зону С организацией атаки И Билилидинов Сейчас Выпускавший их И в меньшинстве Выдавший первому звену Большую нагрузку При счете При котором все ясно Продолжает их выпускать В большинстве Чтобы постараться наиграть И мне кажется Это очень И очень верное решение Ну Наверное Наверное Но я еще раз повторюсь Концовка Очень нервная Очень нервная И Билидинов решает Сейчас главную задачу Сохранить состав Сохранить Потому что Завтра Ровно через Даже меньше Чем через 24 часа Уже сейчас Время ушло Еще такой же матч И от которого Будет может быть Зависеть и Итог серии Потому что Если Акбар сыграет Его удачно Дома конечно Шансы этой команды Возрастут неизмеримо Шефигурин С пятачка бросал Алексеев подбирает Шайбу Полторы минуты До завершения Этой встречи Через 29 секунд Вернется на лед Четвертый игрок У ЦСКА А пока четверо Хоккеистов Акбарса И трое игроков ЦСКА Скугарев выкатился Из зоны Бросает по чужим воротам До сухого матча Первого В российской карьере В плей-офф Роберта Эша Минута 20 секунд Если конечно Ничего не произойдет Да Эш как говорится Играет за нолик Сегодня И действительно Он показал Что выбор воротаря На сегодняшний матч Был безошибочный Безошибочный Его состояние сегодня Безупречное Но точно так же Как он показал Что те проблемы Которые были у казанцев С голкипером В начале сезона Решились Когда позвали Столь Не просто именитого Дело не в именитости А дело в качестве Столь качественного И причем Не возрастного Не игравшего В низших лигах Как вот у нас сейчас Приглашают Из низших лиг А человека Который реально Совершенно являлся Голкипером Национальной хоккейной лиги Он приехал сюда И доказывает свой класс Ну наверное Он соответствует Тому контракту Который наверное Он имеет Я так уж Упрощу ситуацию Потому что это понятно Контракт Это отдельная песня Про соответствие Игре Контрактов Последняя минута Этой встречи пошла Кирилл Петров Подхватывает шайбу В средней зоне Через Две секунды Очень смело Кирилл Петров Один здесь Бельвединов Держит их здесь В четвером Вот пятый 42 секунды Остается Пять игроков На льду ЦСКА Отдыхает пока что На скамеечке Штрафников Григорий Панин Так что Пять на четыре Играют армейцы Много было моментов У них сегодня Для того чтобы Реализовать большинство И мне кажется Может быть Это даже не относится К итоговому счету встречи Но в борьбе К реальным шансам Сыграя армейцы По другому В большинстве Концовка первого Концовка второго периода И возможно Сейчас мы бы Совершенно по другому Говорили о судьбе матча В третьем периоде Ну это всегда Всегда Особенно болельщики Любят рассуждать Что было бы если Ну реальности Профессионалы Так конечно Говорить не должны Сегодня Сегодня Акбар Полностью Сто процентов Использовал Все Своё преимущество Которое он получил Не просто в результате Преимущества в составе Он наверное Сыграл Более тактически гибко Более правильно Распределил силы Я имею ввиду В наложении На состав соперника Более Эффективно Реализовал Те голевые моменты Которые были созданы И вполне Добился заслуженной Большой победы 6-0 Выигрывает Казанский Акбар С первым матчей Сирии У ЦСКА в Москве Две шайбы Дани Сазарипова В первом периоде Во втором периоде В большинстве Забрасывает Юка Хентунин И в третьем Защитник Вячеслав Буравчиков Зачем Петер Чиянок И под занавес Встречи Денис Архипов 6 заброшенных шайб В ворота Сперва Томаса Лоусона А затем Ивана Косутина Отделяют Казанский Акбар И человека Который очень во многом Способствовал Этой победе Сыгравшего на ноль Роберта Эша Будем прощаться с вами Спасибо вам За внимание Работали для вас сегодня Александр Пашков И Александр Ткачев Всего вам доброго И болейте на здоровье Всего доброго Дорогие друзья Смотрите хоккей На канале Спорт Плей-офф Идет В полном разгаре